Глава 7. Белый просматривал табель снарядов, еще сохранившихся в крепости, когда неожиданно пришел полковник Рейс. Белый не любил и не уважал льстивого и двуличного начальника штаба Стесселя и избегал встречаться с ним. — Полковник справился о здоровье генерала, пожаловался на погоду, спросил, скоро ли будет свадьба в Аре. Белый отвечал кратко и сухо, все более недоумевая, зачем же явился Рейс. Наконец он не выдержал его пор, спросил его об этом. Рейс заговорил о тяжелом положении крепости, о мрачном будущем Артура в случае взятия его штурмом. — С гибелью эскадры значение Артура как крепости сводится к нулю. Наконец, во имя сострадания, к десяткам тысяч раненых и больных, и выбившемуся из сил гарнизону нужно подумать о пределе обороны. — Белый молчаливо слушал, глядя в упор на своего собеседника. — Трудно надеяться на освобождение Артура извне. Эскадра Рождественского едва ли справится с японцами, манчжурская армия далеко, и пока что не собирается идти на выручку крепости. — Продолжал полковник. — Какой же прикажете сделать вывод из ваших речей, господин полковник? — покрутил длинный седой узгенерал. — Не считает ли ваше превосходительство нужным собрать совет обороны и на нем обсудить затронутые мною вопросы? — увильнул от прямого ответа Рейс. — Отчего не собрать? — Поговорим на совете, как нам лучше оборонять нашу крепость. — с иронией ответил Белый. Седой, мудрый казак давно уже разгадал смысл всех словоизлияний Рейса и теперь явно издевался над ним. Полковник поспешил откланяться, сообщив, что он уже переговорил по этому вопросу с Кондратенко и сейчас отправляется к Смирнову в добрый час. — Рекомендую вам запастись терпением, когда вы будете разговаривать с комендантом крепости. Совсем уже насмешливо напутствовал его генерал. Около пяти часов вечера того же дня в кабинете Смирнова собрались Фок, Белый, Никитин, Горбатовский и Рейс. И начальник штаба Смирнова, полковник Хвостов, ждали запоздавшего Кондратенко. — Я хочу вас скоротенько ознакомить с новыми вариантами обороны Артура, — похлопал Смирнов рукой по объемистой папке. — Надеюсь, в них нет высшей математики? — спросил Белый. — О, нет! Тут только общие соображения, — ответил Смирнов и начал монотонным голосом читать длиннейшие диспозиции к гарнизону крепости при всяких возможных и совершенно невозможных случаях японского штурма. Присутствовавшие, прикрывая зевоту, с тоской слушали генерала. Появился Кондратенко. — Теперь мы все в сборе, приступим же к делу, — громко заметил Белый. — Да, да, — заторопился Смирнов. — Я вам зачитаю свои соображения в другой раз. Итак, господа, высокая пала, эскадра больше не существует. Что же нам делать дальше? — Продолжать оборону, — отозвался с места Кондратенко. — Но у нас на исходе снаряды и патроны. Гарнизон быстро тает, — подал голос Райс. — Снарядов хватит на отбитие двух больших штурмов, — резко проговорил Белый. — А если штурмов не будет, то на два-три месяца обороны. — Как обстоит дело с продовольствием? — справился Кондратенко. — Муки имеется на два месяца, крупы — на две недели. На мясо можно пустить еще до трех тысяч лошадей, что даст возможность продержаться около двух месяцев, — ответил Смирнов. Кроме того, сегодня в Голубиную бухту пришел, прорвав в блокаду английский пароход Кинг Артур. — На этот раз моряки своевременно предупредили меня, и все обошлось благополучно, — сообщил Белый. — А что он доставил? — живо спросил Фок. — Пятьдесят тысяч пудов муки, немного консервов и колбасы, но боевых припасов, к сожалению, на нем не оказалось. — Ну, тогда мы обеспечены продовольствием, по крайней мере, еще на месяц, то есть до конца февраля. За это время к нам могут подойти и другие пароходы, — обрадовался Кондратенко. Затем он сообщил о показаниях пленного японского адвоката. Это вызвало оживленный обмен мнений среди присутствующих. Все в один голос, кроме рейса, говорили о необходимости защищать Артур до последней возможности. — Раз положение японцев столь критическое, наш долг перед Родиной, велико возможно затянуть оборону крепости, преждевременная ее сдача хотя бы на один день будет тяжким преступлением, граничащим с прямой изменой, — необычно для него пылко проговорил Белый. — Генерал-адъютант все же приказал мне поставить на совете вопрос о пределе возможной обороны крепости, — проговорил рейс. — Говорить о сдаче Артура сейчас совершенно недопустимо, — горячился Кондратенко. — Будем воевать, пока есть снаряды и патроны. Не станет их, пойдем в штыки. Будем драться в рукопашную. Слушая эту речь, Фок понял, что еще никогда Кондратенко не был так опасен для выполнения задуманных им планов, как сейчас. Он, получив от пленных сведений о внутренней слабости Японии, решил действовать немедленно. — О, да, говорить о капитуляции еще слишком рано, — неожиданно проговорил он. Рейс с удивлением взглянул на генерала и замолчал. Совещание окончилось. Гости стали расходиться, задержались только Фок и Кондратенко. — На втором форту дела обстоят неважно, — Роман Исидорович, — обратился Кондратенко Смирнов. — Того и гляди, японцы ворвутся во внутренние казармы. — Я надеюсь на Фрилова. Пока он жив, второй форт будет в наших руках. — Зря только губите людей. — Ваше превосходительство, — вмешался Фок. — Чему быть того не миновать. — Второй форт так сильно разрушен, что нам его все равно не удержать. Так зачем же упорствовать в его обороне? — Я в одном из своих вариантов предусмотрел эту возможность, но пока еще форт в наших руках, — заметил Смирнов. — Сегодня наш, а завтра, может быть, и японским, — многозначительно проговорил Фок. — Надеюсь, что, по-вашему, не будет, — вспыхнул Кондратенко. — Все же съездите-ка туда, Роман Исидорович, — предложил Смирнов. — Я собираюсь побывать там завтра утром. — Нет-нет, следует побывать сейчас же, — сразу оживился Фок. — Хозяйский глаз может многое заметить. — Такое, чего не скажут никакие донесения? — Кондратенко посмотрел на часы. — К девяти вечера. — Раньше я туда не поспею, — проговорил он. — Ну, торопиться, конечно, не следует, — говорил Фок. — Я и сам бы отправился с вами, Роман Исидорович. Да что-то простужен, насморк, кашель. Генералы простились. Вернувшись домой, Фок немедленно послал за Шубиным и сообщил ему о предстоящей поездке Кондратенко на второй форт. — Вам представляется удобнейший случай развязать мне руки, — закончил генерал. — Приложу все свои силы, чтобы помочь вашему превосходительству. Шубин исчез. Вечером в начале девятого Кондратенко, в сопровождении нескольких ординарцев, легкой рысцой ехал через новый китайский город, направляясь в штаб Гробатовского. Дул сильный ветер, сухой снег с легким шуршанием катился по земле. Прибыв в штаб Восточного фронта, Кондратенко выслушал доклад Гробатовского о положении на втором форту. — Я сейчас отправлюсь туда лично. — Вас же, Владимир Николаевич, беспокоить не буду. Отдыхайте, пока на фронте тихо. И генерал вышел. Путь на форт проходил через Куропаткинский люнет. Кондратенко нашел здесь потолковника Науменко, временно командовавшего 25-м полком, и вместе с ним двинулся дальше. Дорога шла ходами сообщения, которые во многих местах были засыпаны землей. Приходилось с трудом перебираться через груды замерзшей почвы, камней и отдельных бревен. Добравшись до форта, генерал направился в офицерский блиндаж. Отряхнув себя снег и сняв намерзшие на усах и бороде сосульки, Кондратенко, как всегда, приветливо поздоровался со встретившим его комендантом форта поручиком Фроловым и вслед за ним вошел в блиндаж, где уже собрались его ближайшие помощники — подполковник Рашевский, инженер-капитан Зетгенидзе и несколько стрелковых офицеров. Поздоровавшись с каждым в отдельности, Кондратенко сел за стол в углу каземата и приступил к совещанию, расспрашивая защитников форта, что сделано за последние два дня японцами. Затем он приказал позвать охотников, солдат, особенно отличившихся за последние дни, и, поздравив их, тут же наградил георгиевскими крестами, среди них был и блохил. — Тебе полагается золотой крест второй степени, но такого у меня сейчас нет, — сказал генерал Блохину. — Я тебя только поздравляю, а крест получишь в штабе района. — Покорнейше благодарю, ваше превосходительство. — Крест мне тут без надобности, еще потеряю, — ответил Блохин. — Он у меня правая рука по минной части. — Природный минер, хотя и служил в артиллерии, — сказал Фролов. — В какой роте? — поинтересовался Кондратенко. — С электрического утеса, а потом на литер-бе. Из рот поручика Борейка и прапорщика Звонарева, ваше превосходительство. — Значит, прошел прекрасную школу. — Эх, все собираюсь проведать Сергея Владимировича в больнице, да времени не хватает. Евгений Николаевич, напомните мне об этом завтра. Затем Кондратенко отпустил награжденных и отправился с Рашевским в контр-эскарпную галерею, где японцы пустили какой-то ядовитый газ. Вся передняя часть галереи была уже занята японцами, и только бруствер из мешков отделял их от русских. При свете ручного фонаря Кондратенко подошел к брустверу и стал нюхать воздух. Несколько солдат перестреливались японцами. Выстрелы гулко раздавались под низким сводчатым потолком. Пули ударялись о стенки и свизгом рикошетировали вдоль галереи. — Пахнет чесноком. — Возможно, это мешковистые поры, — поговорил генерал. Услышав знакомый голос, стрелки прекратили стрельбу и вытянулись. — Здорово, молодцы! — Спасибо за геройскую службу! Стрелки ответили четко и дружно. Японцы тотчас же открыли частую стрельбу. — Спрячьтесь, Роман Исидорович, а то не ровен час вас заденет, — упрашивал Фролов. — Почему это должен прятаться я, а не вы? — Нас много, а вы один. Кондратенко усмехнулся, похлопал офицера по плечу и направился в обратный путь. Вернувшись в офицерский блиндаж, они застали в нем до пятнадцати человек. Было так тесно, что многие сидели на кроватях, кое-кто стоял. Вдруг раздался свист приближающегося снаряда, а затем грохот где-то сзади, за фортом. Фролов вышел из каземата узнать, что случилось. Не успел он вернуться, как новый снаряд упал на этот раз впереди форта. — Вилку взяли, — заметил кто-то. — Вы бы, Роман Исидорович, ушли отсюда, от греха, — забеспокоился Рашевский. — Ну, двум смертям не бывать, а одной не миновать, — ответил Кондратенко. Вернувшись, Фролов доложил, что разбит горжевой мост, и, по-видимому, японцы догадались о пребывании на форту русского начальства. — Ваш, бродь, Япония что-то совсем затих под землей. Не хочет ли взорвать мину? — доложил Рашевскому блохин, появляясь в каземате. — Пойдем, что ли, посмотрим, что там происходит. Обратился Кондратенко к Рашевскому, поднимаясь с места, но тотчас же сел опять. — Устал очень. Лучше заглянув в следующий раз, — добавил он слабым голосом. В голове Кондратенко проносились образы его жены и детей. Вспоминалась младшая дочка, четырехлетняя Маня, как она просила привезти ей с войны маленького живого Япончика. Он ей, по-видимому, представлялся чем-то вроде плюшевого мишки. На лице Романа Исидоровича при этом воспоминании появилась мягкая улыбка, и он закрыл глаза. Оберегая его отдых, все в блиндаже хранили молчание. Послышался вой приближающегося снаряда. Он нарастал с каждой секундой. Все притаили дыхание, вслушиваясь в этот режущий звук. Прошла секунда, другая, третья, страшный удар взрыва, яркий ослепительный блеск общий, не то стон, не то крик ужаса. Свет потух. Все смешалось. Пыль, дым, грохот обваливающегося бетона, стихающие стоны. Помещение наполнилось удушливым бурым газом, синеватое пламя пробежало по обломкам и трупам, шуршал падающий сверху песок. Услышав грохот взрыва, стрелки подбежали к месту происшествия. Первым, кого увидели, был окровавленный комендант форта, поручик Фролов. Все убиты, — хрипло проговорил он, когда к нему подбежал единственный уцелевший офицер, поручик Куров. Примите командование. Приказав стрелкам быть готовыми к отражению штурма, Куров вошел в разрушенный каземат. Помещение было завалено обломками и человеческими телами. Кое-где слышали слабые стоны. Солдаты начали разбирать, мусор и выносить на двор пострадавших. Девять человек были еще живы, остальные семеро убиты. Среди них Кондратенко, Науменко, Зедгенидзе, Рашевский и трое только что награжденных солдат. Генерал полулежал на столе, за которым он только что сидел. Из разбитого затылка просачивались кровь и мозг. — Как же мы теперь будем воевать? — уныло проговорил подошедший Блохин. — Нет теперь нашего генерала. — Пропал Роман Исейдорович. Значит, и нам придется пропадать. — проговорил один из унтер-офицеров. — Кондратенко убит! — вошел в комнату жены взволнованный Стессель. — Упокой, Господи, душу новоприставленного раба твоего Романа! — набожно перекрестилась Вера Алексеевна. — Царство ему небесное! — Что же мы теперь будем делать? — Кто его заменит? — растерянно спрашивал генерал. — Кроме Фока я никого не знаю. Надо его немедленно поставить во главе сухопутной обороны и подумать о конце осады. Довольно повоевали пора и мириться. Участь Артура была решена, как только перестало биться сердце Романа Исейдоровича Кондратенко. Серое и холодное утро 4 декабря. На фронте тихо, скорбный Артур притаился. Крепостные батареи молчат, не слышно даже оружейной перестрелки. В церкви 10-го полка идет траурное богослужение. Посредине возвышаются 9 простых деревянных гробов. Их окружает толпа офицеров, чиновников. Тут же несколько женских фигур в сестринских костюмах. У большинства измученный, болезненный вид. Впереди у самого изголовья Кондратенко Стесселя и его жена. Генерал-эдютант в полной парадной форме, с траурным крепом на рукаве. Вера Алексеевна вся в черном. Рядом белый с женой, с ними Варя. Старик надеян, криктя, бьет земные поклоны. Неподалеку, закутанный теплыми шарфами, изможденный костенком. Фок демонстративно отсутствует. Сзади пестрая толпа сухопутных офицеров. Поодаль, в сторонке, группа адмиралов. Григорович, Вирен, Лощинский. В окружении моряков. Сквозь толпу осторожно пробирается гибкая фигура господина с огромным венком в руках. На черной бархатной ленте ярко бросаются в глаза выштые золотом слова Доблестному защитнику Артура, душей героической обороны, генералу Р. И. Кондратенко от фирмы Тифонтай. Шубин в новом фраке и туго на крахмаленной манишке. Он торжественно взлагает венок на гроб генерала, кладет земной поклон, почтительно приветствует супругов Стецель и отходит к двери. Приносит еще несколько маленьких венков от различных частей. Медленно проходит отпевание. Варя все сильнее томится. И, чтобы занять свое внимание, начинает разглядывать покойников. Вот Кондратенко, на лице которого застыла тревожная дума, рядом Науменко, с перекошенным от боли и ужаса лицом. Затем Рашевский, с гримасой удивления на лице, за ним Задгенидзе, лежит совсем как живой. Ни одной царапины, ни малейшего ожога на лице. Дальше не хочется смотреть на обугленные, обезображенные трупы. Зачем их? Зачем держит в открытых гробах? Варя отворачивается. Отпевание кончилось. Генералы подняли гроб Кондратенко, другие гробы понесли офицеры. На улице сводные рота стрелков и артиллеристов при знамени играет оркестр. Слушай, на крау! Рокочет густым басом Борейко. Взлетают вверх винтовки, блестят обнаженные шашки. Оркестр играет, коль славен, знамя чуть склоняется, отдавая последний салют героям. Установленные на лафеты гробы трогаются в последний путь. За гробами идут Стессель, Белый, Рейс, Степанов. Варя с матерью и Верой Алексеевной несколько отстали. Звучит траурная мелодия похоронного марша. Не бил барабан перед смутным полком, когда мы вождя хоронили, мелькают в голове Варе знакомые слова. Справа и слева от дороги толпы солдаты рабочих, пришедших проститься со своим любимым генералом. Теперь скоро Артуру конец, вздыхают в толпе. Стессель сердито обернулся и приказал казакам отогнать подальше толпу. Неприветливо, холодно светит зимнее солнце, как саваном покрыл землю снег. Над океаном нависла туманная мгла. Могилы были приготовлены на холме у плоского мыса, откуда открывался широкий вид на бесконечную даль океана. Началась последняя элития. Священник бросил горсть мерзлой земли на грудь каждого покойника. В 1905 году прах Романа Исидоровича Кондратенко был перевезен в Петербург и похоронен в Александро-Невской лавре. Борейко скомандовал рота залпом. — Не смейте стрелять! Никаких салютов! Иначе нас моментально раскатают японцы! — зычно крикнул Стессель. Борейко медлил. Глядя, недоумевающий, на генерала. — Отставить! — как бешеный закричал Стессель, подбежав к солдатам. — Отставить! — скомандовал нахмурившийся поручик. Рота опустила ружье к ноге. Музыка заиграла Коль Славин. Гробы медленно погружаются в могилу. — Слушай на краул! — неожиданно скомандовал Борейко. И, выхватив наган один за другим, выстрелил шесть раз. И по примеру последовали еще несколько офицеров. — Прекратить! — прекратить! — крикнул Стессель, оборачиваясь к стрелявшим. Но его никто не слушал. — Под арест! Под суд! — накинулся он на Борейко. Поручик хмуро посмотрел на разъяренного генерала и вдруг вскинул на него револьвер. Стессель в ужасе шарахнулся в сторону. — Не извольте беспокоиться, ваше превосходительство. — Я проверяю, не осталось ли случайно патронов в револьвере! — громко проговорил Борейко насмешливым тоном. Перепуганный Стессель поспешил уехать, приказав Белому строго взыскать этого нахала. Вы не можете, Борис Дмитриевич, без фокусов. Пора бы угомониться. Я слышал, что вы обвенчались уже со своей учительницей. Хотя бы о своей жене подумали. Добродушно пожурил генерал-офицер и отошел. — Вашу лапу, медведюшка! — подлетела Варя. — Вы вели себя молодцом. Сегодня же повидаю Олю и все ей подробно расскажу. Не смейте ее напрасно волновать. Она, наверное, будет только гордиться вашим поступком. И девушка поспешила за отцом и матерью. Вечером того же дня в кабинете Стесселя сидели Фок, Рейс, господин Шубин. Присутствовала и Вера Алексеевна с неизменным вязанием в руках. Несмотря на то, что дверь в комнату была плотно прикрыта, все говорили в полголоса, словно боясь быть услышанными посторонними. — К великому сожалению, фирма Тифонтай чек на пять миллионов долларов придется несколько задержать, — проговорил Шубин, любезно улыбаясь. — Каждый лишний день осады приносит нам большие убытки. И мы принуждены будем снижать обусловленную плату за услугу ваших превосходительств. — Не могу же я мгновенно прекратить оборону. Если я ни с того ни с сего сдам, Артур, то меня за это повесят. Зачем же мне тогда ваши деньги? — сердито возразил Стессель. Японская армия уже взяла высокую. Уничтожила артурскую эскадру. В гарнизоне свирепствует цинга и другие болезни. Эскадра Рождественского застряла около Мадагаскара, а Куропаткина не думает двигаться на юг. Наконец умер и Кондратенко. — А генерал Фокк лично говорил мне, что это развяжет ему руки? — ровным голосом продолжал Шубин. — Пока форты Восточного фронта держатся, оборона будет продолжаться, — сухо проговорил Стессель. — Сейчас создалось очень тяжелое положение на втором форту. Но его, конечно, нужно еще взять, — вскользь заметил Фокк. — Пряму во внимание замечание вашего происходительства, — завулыбался Шубин. — Неважно, обстоит дело и на третьем форту. Несколько лучше на укрепление номер три. На остальном фронте положение прочное. Сквозь зубы цедил Фокк, глядя на Шубина. — Имеется еще вторая линия обороны. От батареи литеры Б до курганной батареи на ней также можно держаться, — заметил Шубин. — Об этом не беспокойтесь, — отрезал Фокк. — Большая просьба. Господина Тифонтая не затягивать дела. К январю все должно быть кончено. В противном случае мы будем считать договор расторгнутым. — Прошу передать господину Тифонтаю, — насмешливо ответил Фокк, — что он может твердо рассчитывать на 15-е, 20-е декабря. Это крайний срок. — Как начальник сухопутной обороны я ручаюсь за это. — Во имя человеколюбия и гуманности необходимо все кончить, возможно, быстрее. Каждый день несет десятки и сотни новых жертв. — Анатолий, ты должен пожалеть жены, детей, артурцев! — патетически воскликнул генеральшик. — Приятно слушать разумные речи. Я незамедлю довести до сведения господина Тифонтая, — поспешил откланяться Шубин. — Должно быть, японцам действительно, как говорят пленные, уже воевать не под силу. — Что они так торопятся о сдаче крепости? — заметил Рейс. — Тем более оснований содрать с них побольше. Пылко проговорила Вера Алексеевна. Приняв командование сухопутной обороной крепости, ФОК прежде всего вдвое сократил численность гарнизонов всех фортов. От скученности только развиваются эпидемические болезни, да и потери будут большие. Только изменники могут настаивать на увеличении гарнизонов, — постоянно твердил он. Был сильно сокращен и гарнизон второго форта, хотя положение его считалось весьма трудным. Японцы прочно укрепились в переднем рву форта и неустанно работали, подготовляя взрыв бруствера. Они захватили также переднюю часть контр-эскарбной галереи. Форт беспрерывно обстреливался 11-дюймовыми снарядами, которые сильно разрушали тыловую казарму. С раннего утра, 5 декабря, на форту происходила редкая перестрелка. Гарнизон находился в тыловой казарме, и только часовые стояли у брустверов. День выдался ясный, солнечный. Изнуренные и долгой осадой солдаты и матросы высыпали в тыловой ров и грелись на солнце. Новый комендант форта штабс капитан Кванс прохаживался тут же. Он недавно выписался из госпиталя и ходил теперь, опираясь на палочку. Кванс спустился в Патерну и пошел в контр-эскарбную галерею. Здесь даже в светлый солнечный день царил полумрак. — Ваш брось, тащить бы сюда пушку да пальнуть в упор по японцу! — обратился к штабс-капитану Блохин. — А ты кто такой, что подаешь мне советы? — вскинулся офицер. — Бомбардир, лаборатист Блохин, веду минную работу по форту. — Вон что! Как же ты попал в минеры? — в своей охоте. Прибыл сюда еще с прапорщиком Звонаревым. — Вали, только поскорее, а то японцы собираются взорвать форт. Через четверть часа с помощью стрелков и матросов Блохин втащил 57-мм пушку в галерею, поставив ее непосредственно за бруствером. — Катейса от суда пехтура! — распорядился он. Стрелки с удивлением посмотрели на новоявленного командира. — Сам ты собираешь свои манатки! — Да поживей, пока не надавали пшиям! — огрызнулись они. Блохин спокойно начал сбрасывать мешки из бруствера, очищая амбразуру для орудия. Услышав возню, японцы бросили несколько бомбочек, но стрелки их хватали на лету и возвращали обратно. Установив пушку, Блохин сам стал за наводчика и несколько раз выстрелил в упор по японцам. Среди японцев началась паника, и они с воем ринулись из галереи. Не давая врагу опомниться, Блохин продолжал выпускать снаряд за снарядом, чередуя гранаты с шрапнелями, поставленными на кортечь. — Айда за мной в атаку! — крикнул стрелковый юнтер-офицер и выскочил на остатки бруствера. Солдаты бросились за ним, Блохин же остался около пушки, утирая рукой потный лоб. Стрелки из контр-эскарбной галереи проникли в разрушенный капонир, оттуда в ров, и оказались перед японской минной галереей. Энергичные действия русских заставили японцев спешно подтянуть ко второму форту свои резервы и поторопиться со взрывом мины под передним бруствером. Одновременно они установили горную пушку при входе в контр-эскарбную галерею. Блохин не сразу заметил ее и кинулся к своей пушке, как раз в тот момент, когда грянул первый японский выстрел. К счастью, снаряд пролетел выше, не задев никого из орудийной прислуги. Началась своеобразная подземная артиллерийская дуэль. В сумраке галереи то и дело вспыхивали зорницы, грохотали выстрелы, со страшным визгом летели гранаты и шрапнели, стрелки распластались на полу, предоставив Блохину действовать в одиночку. После нескольких выстрелов вражеская пушка замолчала. Как только с ней было покончено, Блохин вернулся в тыловую казарму. — Стрелки и матросы встревоженно говорили о странном поведении японцев, а они приостановили все работы в переднем рву и отвели своих солдат в тыл. — Должно быть, хочет взорвать мину, а затем кинуться на штурм, — решили стрелки. Кванс приказал убрать всех часовых от брустверов. Гарнизон форта разобрал лентовки и был готов ежеминутно броситься на отражение штурма. Начался длительный обстрел форта и подступов к нему из орудий всех калибров. Ливень снарядов обрушился на укрепление. Страшные взрывы уничтожали буквально все далеко вокруг. Многочисленный гарнизон, сокращенный фоком, почти вдвое быстро таял. Телефонная связь со штабом Горбатовского была нарушена, и форт был предоставлен собственным силам. Днем в половине второго над передним бруствером взметнулось огромное черное серым отливом облако дыма, и раздался оглушительный взрыв. За ним последовал второй и третий. Полуразрушенные казематы, казармы стали обваливаться, ужас и смятение охватили гарнизон. Выбежав из казармы, солдаты увидели перед собой штурмовую колонну японцев, которая проникла в форт через огромную воронку, образованную взрывом в переднем бруствере. На тесном пространстве внутреннего дворика завязалась рукопашная схватка. К японцам подходили все новые и новые подкрепления, и русские были принуждены отступить к самой казарме. На помощь атакованному форту пришли соседние крепостные батареи. Они открыли жесточайший огонь по всем подступам к форту со стороны японцев, отрезав штурмующих от их тыла. Это дало возможность гарнизону форта оправиться и предпринять энергичную контратаку. Забросав японцев бомбочками, остатки стрелков и матросов бросились в штыки, и враг был уничтожен. Выставив часовых, солдаты и матросы собрались в казарме. Уцелело не больше пятидесяти человек. — Что же нам, братцы, дальше делать? — спросил кто-то из матросов. — Вести мы, что миром держаться, — ответил один из бородачей и стрелков. — Да темноты подождем, а там пришлют подмогу. Как только произошел взрыв на втором форту, Горбатовский по телефону сообщил об этом Фоку. Генерал не замедлил прибыть в штаб Восточного фронта. — Второму форту необходимо срочно послать подкрепление, — докладывал Горбатовский. — У меня есть сводные роты с Победой и Полтавы. — Ну, пока не дойдут до места. Большая часть из них будет убита или ранена. — Нельзя же зря проливать матросскую кровушку, как любил делать покойный Кондратенко. Надо немного подождать. — Но японцы-то не ждут. Они беспрерывно атакуют форт, — продолжал настаивать Горбатовский. — Пусть еще. Поддержатся, а не выдержат, значит, пора очищать форт. Он дорого обошелся нам за пять месяцев обороны. — Японцы потеряли под ним в десять раз больше, — возразил Степанов. Тем более, значит, форт сыграл свою роль. Перед наступлением темноты часть моряков все же была послана, но их рассеяли огнем осадные батареи, прежде чем моряки успели дойти. — Я же говорил, что так будет, — торжествовал Фок. В дело вступили свежие части японцев и вновь овладели фортом. Малочисленный гарнизон едва смог удержаться в тыловой казарме. Об этом сообщили в штаб Фоку. Генерал приказал взорвать казармы и оставить форт. Солдаты недоумевали. — Япония целый день старался, но не мог выбить нас. Зачем же мы теперь даром будем отдавать форт? — Приказано начальством, — сказал Кванс. — Каким? Русским, альяпонским? Протолкался вперед Блохин. Он был дважды ранен за день, и на его голове и левой руке были окровавленные бинты. Кванс хотел было прикрикнуть на него, но, заметив злые лица, солдат не решился и смолчал. — Измену генералы делают, — продолжал Блохин. — Кто хочет, пусть уходит, а я останусь здесь. — Ну, я с тобой. — И я, и я, — раздалось несколько голосов. — Ну, как хотите. — А мы уйдем, — проговорил Кванс. С ним отправилась значительная часть гарнизона. Оставшиеся солдаты приступили к закладке мин в различных местах форта, казармах, паттерне, контрэскарпной галереи. Руководил Блохин. Японцы устраивались на захваченной части форта и подтягивали резервы, готовясь к ночному штурму. Рассыпавшись по всему участку, Блохин и несколько стрелков и матросов вели редкую ружейную стрельбу. Шум у японцев нарастал с каждым часом, но это мало беспокоило Блохина. Все заложенные мины были соединены электрическим проводом. Если бы японцы ринулись на штурм, то стоило только включить ток, и они были бы погребены под развалинами форта. Блохин отправился в обход опустевшего форта. В контрэскарпной галереи два матроса с паллады перебрасывались с японцами бомбочками. Сюда электрических проводов за дальностью расстояния не проводили и установили лишь подрывные патроны с запальным шнуром. Помните, ребята, если японец попрет, отходи не спеша и поджигай бурки, что заложены в стенах. — Сбор всех у моста за задним рвом. — Глядик, ты совсем офицером стал, Блохин, — насмешливо проговорил Лебедкин. — Только золотых погон не хватает. Того и гляди, и в рыл заедешь. — Порядок должен быть. — Иначе японец всех нас передушит, как кур. — Слухай мою команду, — продолжал Блохин. — Как крикнул с моста ко мне, так бежи! — Да смотри, не задерживайся, а то при взрыве казармы может придавить. Неожиданно зазвонил телефон. Заглянув в дверь каземата, Блохин увидел забытый при уходе офицера телефонный аппарат. — От шкуры окаянные бросильтки, казенное имущество! — выругался он вслух и снял трубку. — Кто у телефона? Услышал он чей-то сердитый голос. — Комендант форт номер два бомбардил лабораторист Филипп Блохин. — Кто тебя, дурака, комендантом назначил? — Позови кого-либо из господ офицеров. — Нету здесь таких. — Как ты смеешь так со мной разговаривать? — Виноват ваш, бродь. — Но в телефон вашу чину не видать, — иронически ответил Блохин. — Говорит генерал Горбатовский. — Почему форт еще не взорван? — Ждем, когда Японец пойдет на штурм. — Тогда вместе с ним взорвем, ваше предсходительство. Приказываю немедленно взорвать, иначе я вас всех отдам под суд. — Не очень-то мы испугались этого, — пробурчал Блохин и отсоединил аппарат от линии. — Кричи теперь на дрова и свою глотку, — выругался он. — Скоро в воздухе вспыхнула яркая ракета, и почти тотчас же начался штурм. Блохин поспешил в Патерну. Навстречу ему уже бежали солдаты. — Подожгли все заряды, — сообщили они. Один за другим прогремели взрывы. Галереи Патерна с грохотом обрушились, погребая под собой штурмующих. Дым и пыль хлынули в казарму. Блохин выбежал на мост и крикнул стрелкам, охранявшим боковые рвы. Как только все они перебежали по мосту через ров, Блохин торопливо включил рубильник. Огромное пламя поднялось вверх. Сильный взрыв потряс все окружающее. Взрывной волной Блохина сбило с ног. Рядом кричал придавленный насмерть матрос, а остальные успели отбежать на безопасное от осколков место. Когда все стихло, Блохин поднялся на ноги и побежал к Куропаткинскому люнету. Здесь он нашел несколько матросов и Лебедкина. Все остальные защитники форта погибли под обломками. После падения форта номер два бомбардировка старого города усилилась. Днем и ночью в воздухе с воем проносились 11-дюймовые бомбы, смета и все на своем пути. Много стало падать снарядов и около больницы Красного Креста. Как только начинался обстрел, все, кто мог двигаться, спускались в подвальный этаж. Возле тяжело больных в палатах оставались сестры и санитары. Сосед Звонарева обычно уходил, и прапорщик оставался один. Его охватывало жуткое чувство одиночества и беспомощности. Особенно сильно оно было в ночное время. И когда раньше на фортах и укреплениях он не испытывал такого леденящего душу ужаса, как теперь, там было во много раз опаснее. Снаряды рвались рядом, со всех сторон летели осколки, и все же чувство самосохранения было гораздо слабее, чем сейчас. Звонарев понимал, что это происходит от сознания собственной слабости и неподвижности. Он никуда не мог уйти, не мог спрятаться и должен был спокойно ожидать своей участи. Шаги дежурной сестры в коридоре обычно сразу же вносили успокоение в его смятенную душу. — Вам не страшно? — заглядывала в палату Верочка Гаршина. — Нисколько. С напускным спокойствием отвечал прапорщик, хотя внутри у него все еще трепетало от страха. — Вот и прекрасно. Вы держитесь молодцом. А в палате для тяжелых просто кошмар. Раненые волнуются, кричат, умоляют спрятать их от бомб. Даже не верится, что это взрослые мужчины, офицеры. И сестра уходила. Для Звонарева снова начиналась пытка. И тем не менее он не смел об этом рассказать, даже Варе, боясь показаться трусом. — Все сестры говорят, что ты во время бомбардировок ведешь себя храбрецом, — уверяла девушка. Только как-то Айкинхиевый решился намекнуть на свое состояние. Что ж тут удивительного. Мы с Андрюшей люди здоровые, и то во время ночной бомбардировки не можем иногда уснуть. Как-то вечером Надя зашла проведать прапорщика. Началась усиленная бомбардировка. Несколько снарядов упали совсем близко от больницы. Заколебался пол. Зазвенели разбитые стекла. Молчаливый капитан, сосед прапорщика, поспешил уйти. Прапорщик остался наедине с Айкинхиевой. По напряженному выражению лица Нади, Звонарев догадался о ее душевных переживаниях. — Вам страшно, Надюша? — спросил он, беря молодую женщину за руку. — Да, — откровенно проговорил Айкинхиева. — Кажется, что вот-вот снаряд попадет сюда, и всему будет конец. Идите вниз и спрячьтесь в подвал. Там безопасно, — предложил Звонарев. — Но вы-то останетесь здесь один, и вам будет вдвое страшнее. В такие минуты вдвоем бывает гораздо спокойнее. Прапорщик благодарно посмотрел на нее. Вдруг здание вздрогнуло до самого основания. В окнах блеснуло яркое пламя, свет погас. Посыпались стекла, захлопали двери. Из коридора донесся громкий вопль. А Айкинхиева в ужасе бросилась к окну, как бы желая предохранить. Звонарева от осколков стекла. Прапорщик быстро присел на кровати и, спустив ноги на пол, собирался ей помочь, но острая боль в ногах заставила его свалиться на постель. Прикрыв окна ставнями, Надя ощупью приблизилась к постели. — Где вы, Сережа? Звонарев откликнулся. Айкинхиева осторожно присела на кровать. Новый взрыв заставил ее испуганно вскрикнуть и инстинктивно склониться к больному. Звонарев обнял ее и прижал к себе. — Не надо, Сережа! Испугалась Айкинхиева и быстро вскочила с кровати. — Какое варварство! Специально обстреливать госпитали! — проговорила она. — Мы же лечим их, раненых, наравне со своими, а они... По-видимому, вопросы гуманности чужды японской военщине, — ответил Звонарев. Вскоре бомбардировка прекратилась, и Айкинхиева стала прощаться. — Андрюша с десантом севастопольцев сейчас находится в резерве около скалистого кряжа. Я на время перебралась в пушкинскую школу и буду изредка заглядывать к вам. Звонарев быстро поправлялся. Он даже бродил по палате на костылях. Варя внимательно следила за ним, как любящая мать следит за первыми шагами своего ребенка, боя, чтобы он не оступился и не упал. — Частый обстрел госпиталя делал пребывание в нем небезопасным. Зайдя как-то в палату, миротворцев разрешил Звонареву походить на костылях по двору. — Только не увлекайтесь. Ступайте пока только на левую ногу, правую надо еще поберечь. — Скоро ли вы его выпишете, Сергей Романович? — спросил Варя. — Для строя он пока негоден. — А если его поместить в частной квартире, можно выписать хоть завтра. — Вот и отлично. Переговорю сегодня же с папой и мамой, и ты поедешь к нам, — решил Варя. Но Звонарев заупрямился, не желая стеснять Марию Фоминишну. — Что вам за охота сидеть здесь, подвергаясь опасности постоянных бомбардировок? — проговорил миротворцев. — Ехали бы куда-нибудь на Ляутешань или Тигровый полуостров. Там совершенно спокойно. А у нас даже на дворе начинают летать ружейные пули. Дальше будет еще опаснее. — Мы переберемся на электрический утес, — надумал Варя. — Но там нет места, — заколебался прапорщик. — Найдем. Освободилась комната Жуковского и Чижа. Я помещусь вместе с Катей или Шурой, — быстро решила Варя. — Необходимо также ежедневно массировать ноги, — предупредил миротворцев. Я сама буду делать ему массаж. Через день, тепло попрощавшись с миротворцевым, Звонарев осторожно спустился в вестибюль и с Варей сел в экипаж Белого. Вася торжественно водрузился на козлы рядом с кучером. Старый город производил жалкое впечатление. Разбитые дома, изрытые воронками мостовые тротуары, обугленные стропила, закопченные стены — все это говорило о войне и длительной осаде. Около дома Стесселя стояла группа пестро одетых женщин, окруженных полицейскими. Среди них Звонарев к своему удивлению заметил Лолочку и Лелю Лобину. Женщины о чем-то громко спорили с городовыми. — В чем дело, Леля? — остановила экипаж Варя. — Я шла по улице, когда ко мне подлетел этот субъект и потащил сюда. — Оказывается, он принял меня за проститутку и повел на расправу к самой Вере Алексеевне. — Немедленно отпустите ее! — сердито крикнула Варя полицейскому. — Я эту госпожу хорошо знаю, она жена офицера. — Сейчас же освободите ее! — обозлился и прапорщик. — Не имею права! — угрюмо твердил фараон. — Садись к нам в экипаж, Леля! — пригласила подругу Варя. Но полицейский схватил учительницу за руку, Лобина вырвалась и бросилась к экипажу. Полицейский схватил ее за пальто. Вне себя от гнева! Звонарев ударом костыля сбил полицейского с ног. В этот момент отворилась дверь, и на крыльце появилась Вера Алексеевна с сопровождением ротмистра водяги. — Варя, мосье Звонарев, что за расправа с городовым? — пропела генеральше сладким голоском. — Никак не ожидала, что вы столь темпераментны, господин прапорщик. Вы, верно, еще не оправились от ранений и не вполне здоровы. Варя, запинаясь и путаясь от волнения, объяснила генеральше все происшедшее. — Таких жен у каждого мужчины бывают десятки. — А вам, сударыня, — повернулась генеральша к Леле, — как учительнице стыдно якшаться со всякой тварью. Пусть это будет вам вперед, наука. — Вы свободны. — Старая жаба! — выпалила Лолочка, глядя на Стессельшу. — Повтори, повтори, что ты осмелилась сказать, — повернулась к ней генеральша. Тут Лолочка пустила в ход весь свой обширный лексикон нецензурных выражений, так что даже видавший виды водяга оторопел. Вера Алексеевна поспешила зажать уши. — Эту мерзавку сейчас же выпрать. Сто розок! Остальных на неделю отправить в портомойню! — распорядилась она. Звонарев приказал кучеру поскорее трогаться. Все еще взволнованную Лелю довезли до пушкинской школы. — Я презираю эту грязную Лолку, но Стессельшу она выругла по делам и за себя, и за Лелю, — говорила Варя. — На месте Эстаха я застрелила бы Веру Алексеевну за такое оскорбление жены. — Приходится радоваться, что у тебя будет всего только муж. Не успели они доехать до утеса, как их обогнал экипаж с матросом на козлах. В нем торжественно выседала Лолочка рядом с Мичманом, флаг офицером Григоровича. — Моему старику пришлось основательно раскошелиться, чтобы освободить меня! — крикнула она. — А здорово я отделал эту старую! — Мичман поспешил зажать рукой хорошенькие губки своей соседки. — Скорей поправляйся, пупсик! — крикнула она Звонареву. — Как она смеет так обращаться с тобой! — возмутилась Варя. — Чтобы подзадорить тебя, ты должна знать, что на таких особ, как Лолочка, не принято обижаться. На утесе Звонарев поместился в небольшой комнате, выходящей окнами в тыл батареи. Ему хорошо была видна казарма, превращенная в лазарет для выздоравливающих, кухня, электрическая станция, а в отдалении кладбище, где хоронили утесовцев. Варя выпросила себе перевод на утес и теперь работала вместе с сестрой под начальством доктора Зорина. Орудия на батарее обслуживали с моряками из броненосца Пересвет, под начальством лейтенанта Любимова, но командиром утеса состоял капитан Андреев. Этими лицами исчерпывалось общество Звонарева. Варя поместилась в одной комнате с своей сестрой. Шура Назаренко, расставшая с Гудимой, вернулась к родителям. К вечеру она пришла проведать Звонарева. Глядя на ее пополневшую фигуру, осторожные плавные движения, прапорщик догадался, что она ждет ребенка. Заметив его пристальный взгляд, девушка густо покраснела, и, чтобы не смущать ее, прапорщик заговорил о своих ранах, положении на фронте, о погоде. Шура мало-помалу осмелела. — Ушла я от Алексея Андреевича, — тихо промолвила она, — и хорошо сделали. Помните, я вам как-то говорил, со временем все забудется, и вы найдете себе другого человека по сердцу. В тот же вечер Звонарев передал Варе свой разговор с Шурой. — Надо будет устроить ее в пушкинскую школу, — тотчас придумала Варя. На следующее утро, сидя в кресле у окна, прапорщик увидел Шуру, идущую двором. Девушка несла охапку дров. Ее полный живот особенно выптился вперед. Несколько солдат из слабосильной команды начали зубоскалить, глядя на нее, а один из них подбежал к ней и хлопнул по животу. Шура охнула, перегнулась и упала под тяжестью вязанки дров. Возмущенный Звонарев забыл о своих ранах, бросился к окну, чтобы отогнать негодяя, но тут неожиданно появился Блохин. Одним ударом кулака он сбил хулигана с ног, затем бережно поднял плачущую девушку, взял дрова и донес их до фельдфебельской квартиры. — Ты в халуях, что ли, ходишь у этой шкуры? Поднимаясь на ноги, проговорил солдат. Рассверепевший Блохин подскочил к нему и схватил за горло. — Блохин, оставь его! — крикнул в окно Звонарев. Но Блохин не слушал. У его жертвы уже вывалился язык и посинело лицо. Проходившие мимо двое матросов с трудом оттащили Блохина. — Ежели еще какая стерва будет обижать Шурку, задошел своими руками! — прегрозил Блохин. Звонарев подозвал его. — Здравствуй! Зачем пришел на утес? — справился прапорщик. — Здравия желаю! — Поручик прислали за теплыми вещами, а то солдаты на батареях литеры Б и залитерные обижаются на холода! — ответил он. — Блохин задержался на утесе до следующего дня. Вечером он зашел к прапорщику. — Сади, скури и рассказывай, как произошла сдача второго форта! — предложил ему прапорщик. Солдат уселся около двери, но дымить махоркой постеснялся. — Дух от нее тяжелый, с непривычки голова заболит! — пояснил он. Затем Блохин, неторопливо подбирая слова, сообщил о всех подробностях падения форта номер два. — Плохо дело стало в Артуре. Как не раскинут своим мозгами солдатки и матросы, а выходит, завелась у нас измена. Продать хотят крепость, а нас перевезти, чтоб неком было броняться. Закончил он свое повествование. — Ну уж, измена! Плохо продуманные приказания, незнание обстановки на местах — вот это и приводит к таким результатам, — возражал Звонарев. Ежели бы генералы да полковники были не ученые вроде нас, то их еще можно было бы извинить. Раз солдат понимает, что так делать нельзя, то генералы и подавно должны понимать. Разубедить Блохина прапорщику так и не удалось. Пришла Варя и скромно уселась в сторонки, молча слушая их разговоры. Ее присутствие явности сняло солдата, и он поспешил уйти. — Блохин рассуждает правильно. — Проговорила Варя, когда солдат вышел. — Ну что, Горбатовский очень недалек, это мы знаем, но до измены тут еще далеко. Папа говорит, что сейчас глупость равноценной измене. По его мнению, Фокс — самый зловредный генерал в Артуре. Затем рейс. Стессель же делает все то, что ему скажет Вера Алексеевна. Ночью Блохин вышел во двор. Неожиданно он заметил, как в приоткрытую дверь дровяного склада метнулась чья-то тень. Солдат насторожился, решив, что это кто-либо из матросов или слабосильной команды тайком отправился за дровами, в которых уже ощущался большой недостаток. Выждав несколько минут, Блохин потихоньку подошел к сараю и прислушался. До него донесся не то стон, не то плач, а затем слабый крик. Солдат широко распакнул двери и вскочил внутрь. Первое, на что он натолкнулся, было человеческое тело, раскачивающееся в темноте шаурка. Шаурка! — мгновенно сообразил он и, приподняв, освободил девушку из петли. Она не подавала признаков жизни. Блохин осторожно опустил ее на землю и начал делать искусственное дыхание, вспоминая, как его производил фельдшер Мельников, но Шура не приходила в сознание. Солдату даже показалось, что она начинает холодеть. Испуганный этим, Блохин подхватил девушку на руки и бросился к офицерскому флигелю, отчаянно застучал в окно Звонарева. Прапорщик, разбуженный этим грохотом, сначала подумал, что начался общий штурм крепости. — Ваш брат Сергей Владимирович, помогите! — вдруг расслышал прапорщик и, схватив костыли, подошел к окну. — Шаурка повесилась до смерти! — крикнул Блохин. Звонарев распахнул окно и только тут понял, в чем дело. Неси ее на крыльцо. Я сейчас разбужу доктора и Варю. Он начал стучать в стенку комнаты, где ночевали сестры белые. Разбудить Варю было нетрудно. За время болезни Звонарева она привыкла прислушиваться к малейшему шуму в его комнате. — Тебе плохо, Сереженька? — влетела она, полуодетая, в комнату. Прапорщик рассказал ей о Шуре, и Варя опрометью бросилась на крыльцо. Через несколько минут девушку привели в сознание и затем перенесли в квартиру фельдфебеля. Варя до утра продежурила около постели подруги и затем сама отвезла ее в пушкинскую школу. Блохин также отправился с ними. — Смотри, Александра, не моги ей больше об этом и думать! — сурово проговорил Блохин на прощание, грозя девушке пальцем. — Никогда не предполагала, чтобы такой грубиян, как Блохин, мог проявить столько теплого человеческого чувства, — вечером говорила Варя Звонареву. Сердце у него золотое. Сведения о происходящем на фортах скудно доходили до утеса. Главным образом через Вариум, которая чуть ли не каждый день бывала в городе или у себя дома. Иногда забегали солдаты из-за литерной или из батареи литеры Б и сообщали последнее известие. Прапорщик скоро привык к этой солдатской почте и подолгу беседовал с ними. — Охота вам, образованному человеку, слушать всякий вздор, — удивлялся Андреев. — Ведь солдатские рассказы на три четверти брехня. Но на четверть — это правда. В сущности, сейчас Артур держится исключительно солдатами. Нижние чины без офицеров — ноль. Неорганизованная толпа. Офицеры без солдат часто бывают и отрицательными величинами. — Вы все еще остаетесь штатским человеком. Вам непонятно та простая истина, что только офицеры являются солью армии, носителями ее боевых традиций? Взволнованный Андреев начинал дергаться, и прапорщик спешил перевести разговор на другие темы. С утра Варя вместе с сестрой уходила в казармы делать перевязки раненым. Звонарев на костылях ковылял по утесу, заглядывал на кухню, где верховодил Белоногов, пробовал пищу. Затем направлялся на электростанцию к Лебедкину. С Родионовым обходил казематы на батарее, где размещались солдаты и матросы, и, наконец, просматривал бумаги в канцелярии. Андреев, почти все время больной, предоставлял прапорщику распоряжаться всем по своему усмотрению. К трем часам все собирались на обед в офицерском флигеле. Батарея почти не стреляла, так как осталось всего около сотни десяти дюймовых бомб, их берегли на случай штурма. На море было пусто. После гибели эскадры японцы отвели свой флот из-под Артура, за исключением небольшого числа мелких стражевых кораблей. Поэтому на ночь оставались бодрствовать только дежурные, часовые, дневальные. Все же остальные погружались в мирный сон, и только глухой грохот кононады на сушкопутном фронте да приток свежих раненых напоминали о войне. Вскоре пришло известие о гибели Назаренко. Старый фельдфебель ехал на катере через пролив, когда упавший вблизи снаряд перевернул катер. Назаренко камнем пошел на дно. Получив известие об этом, Савишна так расстроилась, что заболела, и Шуре пришлось вернуться назад и ухаживать за матерью. Девушка сильно осунулась и подурнела. Она избегала заходить даже к прапорщику. В один из декабрьских дней пришла Акинфила. Наконец-то собралась навестить вас, Сережа. Поздоровалась она. С утесом у меня связаны такие тяжелые воспоминания, что я с суеверным ужасом приближалась к нему. Так и кажется, что опять появятся жандармы. Теперь их нечего опасаться. Микеладз давно убрали из Артура, а Познанский чуть жив после Тифа, сообщила Варя. Да, этому можно только порадоваться. Со шпионами они не боролись, а охватали ни в чем не повинных людей. Да, как поживает Андрюша? Спросил прапорщик. Он защищает третий форт. Говорят, там очень опасно, я сильно беспокоюсь. Японцы все время атакуют. Оля просила вам кланяться. Она тоже уже ходит на костылях с помощью барейка и быстро поправляется. Со стороны смешно и трогательно смотреть на эту парочку колокольня, а рядом с ним блоха. Не в этом дело. Их связывает крепкая и взаимная любовь, заметила Варя. Как и вас с Сережей, проговорила Надя. Мы с Сережей тоже крепко любим друг друга. Правда? В упор спросила Варя жениха. Как ни странно. А я все же люблю эту ревнивую и колючую особу. Привлек себе невесту Звонарев. Глава восьмая. Прошло больше недели после взрыва форта номер два. И все усилия японцев, атакующих третий форт, пока не привели ни к чему. Это отдаляет час освобождения Артура и кровно затрагивает интересы фирмы Тифонтай, — с любезной улыбкой на лице проговорил Шубин, глядя на Фока. На войне, увы, много зависит от случайностей. Так, позавчера, в момент штурма этого форта, рядом оказалась рота моряков, подготавливающая вторую линию обороны. Она по собственной инициативе приняла участие в отражении атаки, — ответил генерал. — Надеюсь, ваше превосходительство примет меры, чтобы на будущее время такие случайности не повторялись, иначе могут пострадать и ваши личные интересы. Конечно, конечно, я убежден, что наш план будет выполнен в намеченные сроки. Шубин откланялся и вышел. Оставшись один, Фок нервно зашагал по кабинету. Это обезьяна. Мертвой хваткой держит меня за горло, и я не смею приказать ее повесить, — бурчал он. С другой стороны, и около меня находится этот трус, тессель, которому все время мерещатся виселицы за преждевременную сдачу крепости, и изволь при таких условиях служить. Генерал сел за стол и размашистым почерком написал записку Горбатовскому. «Ввиду сильных разрушений бетонных укрытий на третьем форту, прошу ваше превосходительство помнить, что чрезмерно упорная оборона этого пункта поведет лишь к напрасным потерям в людском составе. В настоящее же время в крепости на счету каждый человек необходимо, возможно, больше беречь оставшийся гарнизон». Письмо было отправлено с конным ординарцем в штаб Восточного фронта. «Слушай, ребят, повнимательнее. Стучит ли японец или нет?» — распорядился комендант третьего форта, штабс-капитан Булганов. «Как только стук прекратится, беги ко мне с докладом». Засев в переднем рву, японцы справа и слева от паттерны, ведущей в Капонир, готовили две минные галереи, намереваясь взорвать брустер. Чтобы воспрепятствовать этому, русские приступили к контрминным работам, но велись они вяло и неумело, саперов не было, и рыли землю рядовые стрелки и матросы. Булганов предпочитал отсиживаться в тыловой казарме. Кроме него на форту находился еще Андрюша Акинфиев со своими севастопольцами. Лейтенант мало понимал в крепостной войне и ограничивался лишь расстановкой часовых. Вскоре форт начал обстреливаться из крупных орудий. Кроме того, японцы установили в траншеях фортового Глассиса минные аппараты и начали засыпать минами внутренний двор. Стрелки и матросы поспешили укрыться в Патерне, но взрывом мины Патерна была разрушена, и все находившиеся в ней оказались заживо погребенными. Акинфиев с матросами кинулись на помощь. Новый взрыв разметал их в стороны. Оглушенный лейтенант вернулся в казарму и взволнованно спросил у Булганова, как можно помочь засыпанным в Патерне. — Это не в нашей власти. Гарнизон надо беречь для отбития штурма. Если отгоним японцев, тогда попытаемся помочь нашим. Лейтенант не согласился. И вызвал охотников из своих матросов. Они осторожно, шаг за шагом, прячась от глаз японцев, начали разбирать завал. К вечеру удалось извлечь из Патерна около тридцати человек невредимых и столько же раненых. Андрюша торжествовала. После морозного, ясного дня наступила темная ночь. Воспользовавшись ею, защитники форта начали торопливо исправлять нанесенные за день повреждения. Было решено Патерну совсем оставить и засыпать ее обломками и землей. На всякие случаи стены и потолок ее минировали. Японцы также не прекращали работ под бруствером. Наступило туманное утро. Солдаты сидели в казармах за чаем, когда неожиданно раздался оглушительный взрыв. Посыпалась земля, обломки бетона, камни, густой ядкий дым наполнил весь дворик. Булганов и Акинфиев попытались вывести солдата-матросов из казармы, но огонь косил смельчаков. Нужно подать им пример храбрости, господин штабс-капитан. И лейтенант направился к выходу. — Ваш бродь, обождите, чего-то зря погибать, — обратились к нему матросы. — Когда японец полезет на форт, стрельба прекратится. Не стань же он бить по своим. Замечание было дельное, и лейтенант остановился. — Бросьте, бросьте, друг мой, играть со смертью, — подошел Булганов. — В конечном счете вы всегда останетесь в проигрыше и раньше времени отправитесь к праатцам. Горбатовский приказал беречь солдат и без настоятельной надобности в контратаке не ходить. — Короче говоря, прекратить оборону форта. Не совсем так, но около этого я уже велел понемножку складывать пожитки. До ночи переждем, а там смотаем удочки. Но ведь имеется полная возможность защищать форт и дальше. Очевидно, это не входит в расчеты начальства. Лейтенант не поверил до тех пор, пока ему не была показана подлинная телефонограмма начальника Восточного фронта обороны крепости. Содержание ее вскоре стало известно всему гарнизону. Японцы не верили, что русские, так упорно до сих пор оборонявшие каждый шаг, теперь без сопротивления уступают им почти всю территорию форта. Они продолжали обстреливать казарму и ров, и не решались продвигаться вперед, подозревая какую-то каверзу со стороны русских. К вечеру был получен прямой приказ об оставлении форта, ввиду совершенной невозможности дальнейшей его обороны. — Это предательство, — киптился Акинфиев. — Мы еще можем здесь держаться. — Против воленачальства не попрешь, — ответил Булганов. — Тогда Акинфиев от своего имени написал Горбатовскому протест и отправил его генералу с одним из своих матросов. В ответ он получил приказ явиться в штаб Восточного фронта. — Что нам, ваш бродь, делать? — спрашивали у лейтенанта матросы, когда он собирался идти в штаб. — До моего возвращения никуда отсюда не уходить. Хотя бы стрелки оставили форт. — Есть ваш бродь, будет исполнено. В штабе Горбатовский рассыпался в комплиментах по адресу лейтенанта, благодаря его замужеству и бесстрашие, проявленные при обороне форта. Если бы весь гарнизон состоял из моряков, то об оставлении форта номер три не могло бы быть и речи, но стрелки очень ослабели и потеряли свою былую стойкость, — уверял генерал. Поэтому решено сократить линию обороны и оставить особенно сильно разрушенные форты, где держаться уж почти невозможно. К числу таких принадлежит и третий форт. — Я со своей роты продержусь там не менее недели, — заверял Акинфиев. — Ваши матросы будут нужны в другом месте. Очень прошу вас выполнить мое распоряжение. — Есть. По дороге на форт он встретил своих матросов. Они сообщили ему, что форт оставлен. Почти целеньким отдали. Успели только взорвать в проходе одну шаровую мину, да и то штабс-капитан заругался, — доложил унтер-офицер. — Почему же вы оставили форт без моего приказания? — удивился Акинфиев. Матросы удивленно взглянули на него. — Так нам же от вашего имени передали по телефону приказ вернуться в штаб, что мы и сделали. А Акинфиев был возмущен, но ничего уже не мог поделать. Японцы не сразу заметили уход русских с форта, и только к вечеру следующего дня решились полностью занять его. — Лепехин, возьмешь с собой человек пять и отправишься на укрепление номер три. Распорядился Гудима. — Там будешь за начальника артиллерии. Фейерверкер откозырял и направился в свой каземат. Там он собрал около себя солдат и сообщил им о полученном приказании. — Кто хочет со мной? Солдаты вздыхали и молчали. — Жили себе на батарее, не тужили. Думали до конца здесь пересидим, а нет, иди на какое-то там третье укрепление. Наконец-то звался один из них. — Такова воля Божья! — сурово ответил Лепехин. Перед уходом Лепехин прочитал несколько молитв, взял с собой Библию и одну из икон. Когда солдаты проходили мимо за Литерной, их окликнула Борейка, незадолго перед тем вернувшийся с батареи белого волка. — На богомолье, что ли, собрались, кержаки? — За вас, ваш бродь, богомолить будем на третьем укреплении. — В тон поручику ответил Лепехин. — Место там опасное. Смотрите, не осрамите наш утес. Если узнаешь, что вы сдрефили головы, поотрываю, — предупредил Борейка. Вечером артиллеристы добрались до укрепления и явились к его коменданту Спредову. Лепехин разместил своих людей в казарме, а затем пошел знакомиться с вооружением. Оно состояло из двух поршневых пушек, старой китайской гладкоствольной кортечницы и нескольких мелкокалиберных морских орудий. Японцы уже овладели передним капониром и частью паттерны. Осмотрев укрепление, Лепехин расставил пушки на брустверах и в тыловом рву, назначил их каждый командир из своих утесовцев, в которых он был уверен. — Без приказа не пали, стреляй с толком, чтобы снаряды зря не пропадали, — наставлял он. Как и на третьем форту, японцы здесь применили минометы, обстреливая всю внутренность форта. Это заставило отвезти всех людей, кроме часовых, в паттерну и разместить их около входа на внутренний дворик. Капитан Спредов поместился тут же, а зауряд прапорщиков из фельдфебелей направил охранять горжевой ров. Весь день прошел в напряженном ожидании взрыва переднего бруствера, но японцы не торопились. К вечеру обстрел укрепления совершенно прекратился. Противники обменивались лишь редкими ружейными выстрелами и лениво перебрасывались бомбочками. — Уже в темноте, на переднем бруствере, — показался японец и громко закричал по-русски. — Эй, оборванцы, сдавайтесь! Вам давно надоело есть конину, а нам мерзнуть в окопах? Пора кончать войну! Ваши генералы продали нам крепость со всеми солдатами! — Ах ты, чёрт проклятый! — схватились стрелки из винтовки, но японец поспешно скрылся. Затем в русские окопы полетели камни с привязанными к ним прокламациями. Японцы уговаривались сдаться. — Пока сила у нас есть, надо укрепление отстаивать до последнего, — заявил Лепёхин. Ночь прошла спокойно. Японцы усиленно работали в минных галереях. Утром стук прекратился. Спредов приказал всех людей отвезти в тыловую часть укреплений, оставив впереди лишь одного или двухчасовых. Артиллеристы изготовились у своих орудий. Зарядив их картечью, Лепёхин деловито говорил. — Помни, что ведьмедь сказал. — Не посрами утёса, бей японцы прямо в самое рыло. Около девяти часов утра при полном спокойствии на фронте раздались один за другим два сильных взрыва. Передний бруствер по обеим сторонам Патерны сильно осел и обнажил её бетонные стены. Японцы немедленно открыли по укреплению сосредоточенный огонь из одиннадцатидюймовых мортир. Весь гарнизон поспешил укрыться в казарме и Патерне. Лепёхин отвёл своих артиллеристов в тыловой ров. Вскоре один из снарядов попал в переднюю часть Патерны, пробил бетонное перекрытие и разорвался внутри помещения. Одновременно взорвались сложенные тут же бомбочки. Силой взрыва вся передняя часть Патерна обвалилась, погиб командир укрепления и большая часть гарнизона. Выход на внутренний дворик оказался заваленным. И тотчас же японцы кинулись на штурм. Не встречая сопротивления, они захватили весь внутренний дворик и по боковым рвам прошли в тыл укрепления. Остатки гарнизона оказались окружёнными в казарме. Лепёхин первый понял, в какое положение попал гарнизон. Вынув Библию, он набожно перекрестился. — Пришёл, братцы, наш смертный час! — обернулся он кутёсовцам. Его бордачи по очереди приложились к Библии и разобрали винтовки. — Приказывай, старшой, что делать? Лепёхин расставил солдату окон казармы, а сам поместился у входа. Тут наскоро соорудили из мешков бруствер и устроили пулемёт. Всего уцелело в казарме и патерне около ста человек, но большую часть их составляли раненые, контуженные и оглушённые. Вполне боеспособных осталось не больше сорока человек. — Сдавайся, Рус! — скричали японцы, но в ответ гремели выстрелы. Японцы подтащили полевые пушки и начали в упор расстреливать толовые казармы, но бетон выдержал эту бомбардировку. Солдаты притаились в простенках и в промежутке между орудийными выстрелами бросали в противника бомбочки. Лепёхин из ворот умудрялся выпускать по японцам очереди из пулемёта. Небольшого роста, коренастый, с редкой бородкой, он как-то сразу вырос. Голос его приобрёл в суровые повелительные нотки, серые глаза смотрели остро и твёрдо. Все его приказания выполнялись немедленно. Даже матросы, иронизировавшие вначале над пристрастием фейерверкера к Библии, теперь слушались его во всём. Зимний день склонялся к вечеру. Но гарнизон продолжал оказывать сопротивление. К укреплению прибыл сам начальник штаба осадной армии генерал Идзити. Он приказал послать парламентёра для переговоров о сдаче. Японский майор с белым флагом появился перед воротами и потребовал к себе старшего офицера. — Внимательно следи за японцем, чтобы он не сделал какого-нибудь подвоха. — Чуть что бей без предупреждения! — распорядился Лепёхин, выходя к парламентёру. — Я хочу видеть офицера-коменданта! — проговорил японец. — Я и есть комендант. Офицеров у нас нету! — ответил с достоинством фейерверкер. — Если вы сейчас добровольно сдадитесь, мы гарантируем вам жизнь! — проговорил японец. — Долгонько придётся вам ждать, и это ваше японское благородие! — ответил Лепёхин и ушёл. Подтянув ещё несколько рот к укреплению, японцы с криками кинулись на штурм. Немногочисленный гарнизон быстро таял. У амбразур стрелки менялись один за другим. Легко раненые подавали патроны и бомбочки. Лепёхин, уже дважды раненый, продолжал стрелять из пулемёта, пока последнее не разбило взрывом бомбочки. Казарма наполнилась едким дымом. Число раненых увеличивалось с каждой минуты. Они собирались в уцелевшей части паттерны. Здесь же были сложенные запасы бомбочек. Наконец японцам удалось ворваться внутрь. Начала штыковая схватка в густых сумерках уже наступающего вечера. Раненый в третий раз. Лепёхин с трудом добрался до паттерны. Японцы заполнили казарму и ринулись в паттерну. Фейерверкер в последний раз окинул взглядом уцелевших защитников гарнизона и силой ударил ногой по одной из лежащих на земле бомбочек. Огромное пламя на мгновение осветило десяток другой из раненых русских матросов, солдат, а также японцев со штыками наперевес. Затем всё исчезло среди облаков дыма. Под обломками укреплений погибли остатки гарнизона вместе со штурмующими колоннами. В доме Стесселя заседал военный совет. Человек двадцать офицеров, генералов и адмиралов собралось в просторном кабинете. На стене висела большая карта Артура с нанесёнными на ней фортами и укреплениями. Фок красным карандашом старательно перечеркнул укрепление номер три и аккуратно вывел дату его падения — 18 декабря 1904 года. Рядом на карте уже виднелись такие же крестики над вторым и третьим фортами. «Прошу внимания, господа!» — постучал Стессель карандашом. «Сейчас получено известие о падении укрепления номер три. Таким образом, все долговременные сооружения Восточного фронта перешли в руки противника. Наши войска отныне занимают плохо оборудованные полевые позиции второй линии. Я хочу слышать ваше мнение о возможности дальнейшего продолжения обороны». Присутствующие начали высказываться. А артиллеристы, моряки и командиры полков седьмой дивизии единодушно говорили о необходимости продолжать оборону. Зато представители четвертой дивизии, которой командовал Фок, не менее дружно высказывались за бесцельность дальнейшего сопротивления. «У нас совсем нет снарядов», — утверждал начальник штаба четвертой дивизии подполковник Дмитриевский. «В наличии имеется свыше ста тысяч снарядов и шрапнелей различных калибров», — возразил Белый. «В полках больше половины солдат больны цингой. Питание плохое. Наступили холода, но нет теплой одежды», — на разные голоса твердили полковники Савицкий, Гайдурин и Некрашевич в тон Дмитриевского. «Японшу тоже приходишь и не сладко. Он больше нашего стражает от холода. Шолдатки еще могут держаться. Только надо увеличить дачу конины. У нас имеется еще несколько тысяч лошадей. Обязательно необходимо сражаться до конца», — с большим подъемом проговорил старик Надеин, который после смерти Кондратенко вступил в командование седьмой дивизии. «Я недавно был в траншеях и видел там наших мучеников-солдатиков. Только жестокосердные люди могут заставлять их воевать. Они завшивили, изголодались, но еще полны героического духа. Необходимо сохранить их для России. Они вполне заслужили право на дальнейшую жизнь», — со слезой в голосе разливался Фок. «О сдаче не может быть и речи. У меня есть еще около полусотни вариантов дальнейшей обороны Артура», — торжественно проговорил Смирнов, но это заявление вызвало лишь досадливую улыбку на лицах присутствующих. «Миссия порта Артура в смысле защиты флота окончена, так как эскадра перестала существовать. Для северной армии Артур теперь является лишь абузой. Дальнейшая защита может привести к взятию крепости штурмом и к общей резне», — спокойным профессорским тоном проговорил Рейс. «Вы забываете об эскадре Рождественского. Он ведь рассчитывает идти в Артура, а не в Владивосток», — возразил Ирон. «Чтобы затонуть в наших лужах совместно с артурской эскадрой», — заметил иронический Стессель, «для этого не стоило совершать путешествия вокруг Европы». Но за продолжение обороны все же высказалось огромное большинство присутствующих на Совете. «Итак будем считать, что Совет высказался за оборону до конца», — подвел итоги Стессель. «На каких рубежах мы дальше будем обороняться?» «Я доложу», — поднял руку Смирнов, — «сначала за китайской стенкой, где мы находимся сейчас. Тут у меня имеется пять вариантов. Пожалуйста, без них», — остановил его генерал-адитант, — «затем отойдем на скалистый кряж, потом на Владимирскую и Митрофаниевскую горки, и, наконец, займем городскую ограду. Ну, конечно, тут могут быть различные варианты, но я уже о них не говорю. Я нахожу, что все эти линии не имеют серьезного оборонного значения. Задерживаться на них долго не удастся, да, впрочем, это в настоящее время и неважно», — ответил Стессель. Едва все разошлись, Фокс сел за письменный стул Стесселя и быстро набросал приказ об оставлении батареи литеры «Б» и за литерный, обоих орлиных гнезд и всей второй линии обороны. «Я отхожу прямо к центральной ограде», — сообщил он Стесселю. «Что ты, что ты? Ведь только что совет высказался за продолжение обороны!» «Плевать мне на все советы. Если до двадцатого числа Артур не капитулирует, мы с тобой лишимся нескольких миллионов долларов. Это поважнее. Хоть остаток дней. Мы будем жить спокойной и обеспеченной жизнью. Ну, я пошел». «Ну, нельзя же, нельзя же так сразу!» Попытался остановить его Стессель. «Прикажи Рейсу подготовить письмо с предложением актуляции. До полуночи, двадцатого декабря, старого стиля, оно должно быть в японском штабе». «И фок, не прощаясь, вышел». Штаб командующего японской осадной армией под Порт-Артуром, генерал-оборона Ноги, расположился в большой китайской деревне Шуйшиин, в четырех километрах от передовых фортов осажденной крепости. Сам генерал занимал просторную и светлую фанзу все стены, которые были увешаны картами и схемами Порт-Артурских фортов и укреплений. Темным декабрьским вечером Ноги, вместе с своим начальником штаба, генералом Идзити, склонился над письменным столом, на котором лежали только что составленные сведения о потере хасадной армии во время последних штурмов. «Больше штурмовать мы не можем, ваше превосходительство. Мы останемся без армии», — доложил Идзити. «Но наш божественный Тенно требует немедленного взятия Артура, так как эскадра Рождественского уже находится около Мадагаскара, а к манчжурской армии Куропаткина ежемесячно прибывает по два свежих корпуса. Если Артур не будет взят до января, русские получат перевес как на суше, так и на море, и война будет нами проиграна», — возразил Ноги. «Но штурмовать сейчас нам просто нечем, нет ни людей, ни снарядов, ни патронов», — нервно проговорил Идзити. Наступило тягостное молчание. «Тогда нам остается только одно Идзити-сан. Харакири раздельно строго произнес Ноги, в упор глядя на своего начальника штаба. Разговор прервал сильный стук в дверь. «Войдите!» — недовольно разрешил Ноги. В комнату влетел радостно возбужденный генерал Танака. «Счастлив доложить вашему превосходительству!» Генерал Стессель обещал сдать крепость не позднее первого января. Почтительно доложил он Ноги. Было ясное морозное утро. Борейка вышел из блиндажа на залитерной и начал мыться ледяной водой. Он был небрит, похудел, но выглядел бодрым и здоровым. «Наши вернулись с укрепления номер три?» — спросил он у Денщика. «Никак нет. Стрелки сказывали, что Япошка взорвал укрепление, и на нем пропали все до последнего человека». Поручик нахмурился. «Жаль Лепехина. Но раз в плен не сдались, значит, погибли с честью». Задумчиво проговорил он. «Лучше умереть с оружием в руках, чем положить его перед врагом». Вымывшись и наскоро проглотив стакан чаю, Борейка отправился на командирский пункт. Едва он взглянул в бинокль, как удивленно опустил его. Вся китайская стенка уже была занята японцами, которые наскоро приспосабливали ее к обороне. Еще вечером стрелки находились здесь, а теперь оказались почти на версту, ближе к залитерной, хотя ночь прошла совершенно спокойно. Борейка немедленно отправился к стрелкам, чтобы выяснить обстановку и узнать, почему стрелки оставили хорошо оборудованную позицию. «Приказ генерала Фока», — ответил ему стрелковый прапорщик, командовавший участком. «Говорят, в следующую ночь мы отойдем к самому городу». «Я со своими артиллеристами с залитерной не уйду», — угрюмо бросил Борейка. «Я попадете в лап к японцам. Предварительно поверну свои пушки на город и разгромлю штаб Стесселя вместе с его квартирой», — буркнул поручик в мрачном раздумье. На батарее его ждал новый сюрприз. Гудима сообщил, что получено приказание очистить батареи литеры Б и залитерную сегодня к двенадцати часам. «Кто отдал такое распоряжение?» «Штаб генерала Горбатовского. По приказу Фока». «Я не собираюсь ему подчиняться». «Что об этом распоряжении думает Янжиевский?» Он послал протест своему Стесселю. «Чудак! Неужели он не знает, что генерал-эдъютант и Фока одна лавочка? Ты-то, Алексей Андреевич, что собираешься делать?» «Пока стрелки останутся здесь, не уйду я». Заметив отход русских, японцы обрушили на них огонь всех своих батарей. В плохо оборудованных окопах стрелки сразу же начали нести большие потери, а местами и подались назад. Японцы кинулись за ними по пятам, но попали под губительный огонь крепостных батарей и отошли в исходное положение. Началась артиллерийская дуэль между Артуром и осадными батареями. Борейко сидел на наблюдательном пункте и вел интенсивную стрельбу по пехоте противника и его батареям. В свою очередь японцы пытались заставить залитерную замолчать, но это им не удавалось. После полудня конный ординарец привез новый приказ немедленно очистить залитерную. Гудима и Борейко отказались подчиниться этому приказу. Не прошло и часа, как батареи литеры Б и залитерные были обстреляны с тыла батареями третьей линии обороны. Первыми же выстрелами было ранено несколько человек из арудийной прислуги. Не желая подвергать своих людей напрасному риску, Борейко и Гудима принуждены были оставить залитерную и батарею литеры Б. Они отправились в штаб Горбатовского. — Что вами сделано по разрушению батареи? — справился генерал. — Взорваны все пушки и блендажи. Облито керосином и подожжено все то, что может гореть. Вынесено все то, что можно было вынести, — доложил поручик. — С вами много людей? — подлетел начальник штаба капитан Степанов. — Нам необходимо поддержать гарнизон Большого Орлиного гнезда. Около двадцати человек. — За литерные батареи литеры Б. — Нужно немедленно отправиться на Большое гнездо и постараться как можно дольше задержать японцев, чтобы наши части успели укрепиться на третьей линии обороны, иначе противник ворвется в город и учинить резню мирного населения и раненых, как это было в Китайскую войну. Через десять минут остатки утесовцев маршировали к Орлиному гнезду. Впереди шагал Борейко, а шествие замыкал Блохин. Большое Орлиное гнездо возвышалось над всем старым городом и тылом Восточного фронта. С его падением японцы получали в свои руки тактический ключ всей северной и восточной обороны крепости. Не оставалось ни одного места в Артуре, которое бы не было видно с Большого Орлиного гнезда и горы Высокой. На вершине горы были сооружены полевые укрепления. В скале выисчено несколько пещерных блиндажей, прекрасно предохраняющих от снарядов любого калибра. Возвышаясь на добрую полусотню сажений, гора была почти недоступна для атаки пехоты, но зато у ее подножья имелось большое мертвое пространство. Это позволяло сосредоточить здесь значительные силы в непосредственной близости от вершины. С падением за литерный и батареи литеры Б все подступы к Орлиному гнезду оказались под прямым ружейным обстрелом противника, так что артиллеристы с большим трудом, местами перебежками, добрались до крутой тропинки, ведущей на вершину. Здесь они застали коменданта горы капитана Галицинского и начальника команды моряков лейтенанта Тимирова. Галицинский был ранен и контужен, и весь перевязанный лежал в блиндаже. Тимиров, больной цингой, едва держался на ногах. — Прошу вас принять на себя обязанности коменданта, — обратился к Борейко капитан, — так как я и лейтенант совсем уже выбились из сил. — Слушаюсь, — откозырял Борейко, — прежде всего я предложу вам, господа, при первой же возможности покинуть Орлиное гнездо и отправиться на перевязочный пункт. Он обошел укрепление. Гарнизон его без артиллеристов не превышал двадцати человек, стрелков и моряков. На вооружении состояли три пулемета и несколько шметиловских пулеметов. Кроме того, имели шаровые мины и бомбочки. — Глохин, ты подумай, как удобнее спустить вниз эти гостинцы, — приказал Борейко. — А ты, гайдай, займешься шметиловскими пулеметами. Ты, зайчик, ознакомься, много ли здесь продовольствия и воды? С Орлиного гнезда открывался широкий вид на все японские позиции. Артурскую гавань и старый город. Поручик отыскал Пушкинскую школу, где находилась Оля, Селенина. Это здание было хорошо видно. — Что-то она сейчас подделывает, — подумал Борейко. Заметив усиленные движения на вершине горы, японцы открыли сосредоточенный огонь. Гарнизон укрылся в узких и глубоких траншеях и почти не нес потерь. После получасовой артподготовки густые цепи противника пошли на штурм. Им удалось дойти до подножья. Высунувшись из-за бруствера, Борейко видел, как японцы карабкались с камня на камень, стараясь взобраться наверх. Надо спустить на них шаровую мину. Распорядился поручик и бросил японцев связку бомбочек. Раздавшийся вслед за этим крик показал, что они попали в цель. Блохин с помощью стрелков и матросов поднял на бруствер десятипутовый шар, начинянный пироксилином. «Готово!» — наконец доложил Блохин и поджег запальный шнур. Борейко сам навалился на мину и столкнул ее вниз. Не успев коснуться земли, мина с грохотом взорвалась. Немногие уцелевшие японцы стремительно бросились к своим окопам. Снова началась бомбардировка. Вершина орлиного гнезда утонула в облаках пыли и дыма. «Вытянем до ночи!» — спросил поручику солдат. «Как бог даст!» — уклончиво ответил явно робевший Гайдай. «Не могят я, пань, сосиль, тетя Савцевцев!» — убежденно проговорил Блохин. «Мы должны выдержать, а там подадимся в город к учителькам!» Уголком глаза лукаво посмотрел он на поручика. «Я слыхал, что ты проявляешь больно много интереса к фельдфебельской дочке!» — не остался в долгу Борейко. «Серодку надо пожалеть! Особливо я же она обижена от людей!» — смущенно ответил солдат. Под прикрытием арта огня японцы вновь добрались до подножия горы и на этот раз прочно закрепились в мертвом пространстве. Ни бомбочки, ни шаровые мины не могли их достать. Дул северный ветер. Блохин решил воспользоваться им. Набрав по блиндажам всякого тряпья, солдат связал его, прицепил к нему камни, облил керосином, зажег и спустил вниз. Едкий, вонючий дым распространился вокруг. Японцы не выдерживали. Выбегали из своих нор и попадали под обстрел. «Выкурили мы японца!» — обрадовались солдаты. Но сильный орудийный обстрел заставил гарнизон Орлиного гнезда опять укрыться в блиндажах. Число раненых все время увеличивалось. Их едва успевали наскоро перевязывать. Борейко разрешил им уходить с горы. «А мне, когда возиться с перевязками!» — решительно заявил он. «Утесовцы все как один решили остаться до конца со своим командиром». Около двух часов дня, без всякой подготовки, японцы снова кинулись на Орлиное гнездо. Они быстро окружили его со всех сторон и по склонам начали взбираться вверх. Некоторым удалось добраться до вершины, но их тотчас же перекололи. Отрезанный от штаба Борейко мог только сигнальными флагами сообщать о своем положении и просить помощи из резерва. Но Горбатовский был глух и нем. По приказу Фока Орлиное гнездо подлежало сдаче, и гарнизон его был обречен на гибель. Перед вечером поднялся туман. Старый город затянуло пеленой. Борейко в последний раз взглянул на здание Пушкинской школы и глубоко вздохнул. Вскоре истяк запас воды. Раненые просили пить, и смертельные муки беспомощно метались в блиндажах. На исходе были бомбочки и ружейные патроны. — Ваш, бродь, разрешите отогнать японца штыками и вынести раненых? — обратился к Борейко Жиганов. Поручик осмотрелся. Здоровых солдат оставалось всего пятнадцать, двадцать человек. Раненых было примерно столько же, из них человек пять тяжело. — Вали, Жиганов! — с грустью проговорил он. — Оставь мне двух человек, я с ними буду прикрывать твой отход. — Разрешите, Ваш, бродь, мне остаться с вами? — тотчас отозвался Блохин. — И мне тоже! — подошел Заяц. — У тебя еще не дожили раны, поэтому ты не подходишь. Кто еще? — окинул Борейко своих солдат испытующим взглядом. — Эх, была не была! — Вместе с Блохиным дрался под Зинжовой, и теперь еще раз попытаю свое дырявое счастье! — тряхнул головой Гайдай. — Помните, живыми отсюда едва ли уйдем! — предупредил Борейко. — Мы, Ваш, бродь, утесовцы! — отозвался Блохин. Собрав около себя всех способных держать винтовки, Жиганов бросился сверху на японцев. Это было так смело и неожиданно, что осаждающие кинулись в рассыпную, и почти все солдаты благополучно прорвались через цепь, окружавшую Орлиное гнездо. — Прошли! — проговорил следивший за ними Борейко. — Теперь, ребята, держись! Сейчас японцы кинутся на нас! Он не ошибся. Решив, что гнездо очищено, японцы со всех сторон стали взбираться к его вершине. Но Борейко, Блохин и Гайдай начали забрасывать их бомбочками, и как ни старались японцы подбодрить себя криками «Бонзай!» И все же они принуждены были вновь отступить. — Сколько осталось бомбочек? Усталым голосом справился Борейко. — Десять штук, ваш брать! Девять японцам, а последняя нам! — ответил Блохин. — И последнюю в них у нас еще останутся винтовки со штыками. — Бонзай! — снова раздалось внизу. Трое защитников кинулись к переднему брустверу. Едва их фигуры показались на вершине, как прогрохотал страшный взрыв мины. Высоко вверх взлетели обломки скалы, бревна. Через пять минут японский флаг взвился над орлиным гнездом. Силы и взрыва Блохина отбросила далеко в сторону. Оглушенный при падении он потерял сознание. Уже затемно солдат пришел в себя, припомнил, что с ним произошло, и решил двинуться на поиски Борейко. Вскоре ему попалась изорванная, окровавленная артиллерийская фуражка с черным бархатным околышем. Внутри были ясно видны золотые инициалы. Бе-бе! Эйх, пропал наш ведьмедь! А какой человеч это был! И Блохин почувствовал, как у него защкотало в горле, слезы хлынули из глаз. Вокруг никого не было, и он, не стыдясь, вытер лицо рукавом, затем спрятал фуражку в карман. На большом орлином гнезде японские флаги влетел без спроса в кабинет Стесселя ротмистр Водяга. Генерал-адъютант вскочил, как на пружинах, а затем снова сел на стул. Вера Алексеевна вслеснула руками и заплакала. В доме началась суматоха, забегли ординарцы, захлопали двери. «Где это запропастился Фок?» истерически выпрошала генеральша. «Надо немедленно начать переговоры о мире, пока японцы не ворвались, в артуры не устроили поголовно резни. Анатоль, пошли сейчас же за рейсом!» Через минуту прибежал взволнованный начальник штаба. «Виктор Александрович, надо немедленно отправить ноги письмо с предложением сдачи Артура!» встретила его Вера Алексеевна. «Текст у меня уже заготовлен», вынул полковник бумагу из бокового кармана. «Но ведь мы еще не имеем официального донесения о положении наших частей ни от коменданта крепости генерала Смирнова, ни от начальника сухопутной обороны генерала Фока», напомнил рейс. «Смирнова нечего путать в это дело, а Фока надо немедленно разыскать во что бы то ни стало!» распорядился Стессель. «Он только что подъехал к дому», — доложил Водяга. Через минуту Фок в пальто, перепоясанный серебряным шарфом при шашке и с револьвером на боку широким строевым шагом вошел в кабинет. Он официально вытянулся перед Стесселем и доложил. «Ваше превосходительство! Под давлением превосходящих сил японцев наши части отошли на последнюю линию обороны ввиду истощения запасов артиллерийских снарядов и ружейных патронов, а также вследствие крайнего издурения гарнизона, считаю дальнейшее сопротивление невозможным». Стессель стоя выслушал этот доклад. «Вполне согласен с тем, что дальше мы сопротивляться не можем. Что же вы, ваше превосходительство, предполагаете делать?» спросил генерал-адъютант. «Считаю необходимым немедленно начать переговоры о капитуляции порта Артура», твердо ответил Фок. Стессель стоял бледный, взволнованный, сразу осунувшийся, утеряв обычный бравый вид. «Как генерал-адъютант русского императора и старший из военных начальников в Артуре, «Я решаю капитулировать», — проговорил он. «Полковник Рейс, потрудитесь по этому поводу вступить в переговоры с командующим японской осадной армией генералом-бароном Ноги». Официальным тоном закончил он и опустился в кресло. «Господа!» «Не миновать мне теперь веселиться!» «В России, слава богу, еще генерал-адъютантов не вешают, а если они проштрафятся, то направляют их в государственный совет», — успокоила мужа Вера Алексеевна. «Анатоль, ты должен помнить, что этим шагом ты спасаешь от смерти десятки тысяч наших героических офицеров и солдат, тысячи и тысячи матерей, жен, сестер и дочерей вечно будут молить тебя, Господа Бога!» «Разрешите прочитать письмо к японскому главнокомандующему», — вкратчиво произнес Рейс. «Его превосходительству, барону Ноги, главнокомандующему японской армией, осаждающий порт Артур, милостивый государь, сообразуясь с общим положением дела на театре военных действий, я признаю дальнейшее сопротивление порта Артура бесцельным и во избежание напрасных потерь желал бы войти в переговоры относительно капитуляции. Если ваше превосходительство на это согласны, то прошу назначить лиц, уполномоченных для переговоров об условиях порядки сдачи, а равно указать место, где они могут встретить назначенных мною лиц. Пользуюсь случаем, выразить вам чувство моего глубочайшего уважения, генерал-адитант Стесель. Прекрасно одобрился, Стесель и подписал протянутую ему бумагу. Через четверть часа прапорщик Мальченко в сопровождении двух казаков с огромным белым флагом уже скакал по направлению к японским линиям. Когда он поравнялся со штабом Горбатовского, генерал с удивлением спросил, куда это направляется парламентер в столь позднее время? Очевидно, поехал передать о Стеселе поздравление генералу Ноги с наступившим Новым Годом, иронически ответил Степанов. Когда Мальченко со свитой миновал русские линии и направился дальше, стрелки догадались о его намерениях. Поехал продавать Артур японцу, сердито проговорил Денисов, фельдфебель охотничей команды Янжиевского, и, вскинув винтовку, один за другим выпустил по парламентерам всю обойму. Вечерние сумерки помешали, однако, попасть ему в цель. Услышав за собой стрельбу, Мальченко поспешил укрыться от русских пуль в японских окопах. Заняв большое орлиное гнездо, японцы не рискнули ночью продолжать наступление на Артур и стали окапываться. Это дало возможность Блохину благополучно добраться до русских частей. Попав в город, он прежде всего направился в пушкинскую школу. На стук вышло Оле Селенина, опираясь на костыль. Солдат молча подал ей фуражку. Оля, непонимающе, повертела ее в руках. Потом глухо зарыдала. Белый нервно ходил по кабинету, ожидая донесения о положении на фронте. Очищение батареи литеры Б и залитерной явилось для него полной неожиданностью. Еще утром он получил от Фока приказание обстрелять эти укрепления, так как они заняты японцами. Крепостные батареи сосредоточили на них свой огонь. А как потом оказалось, укрепления были оставлены именно вследствие этого обстрела с тыла. Белый начинал понимать, что он был обманут Фоком и решил обо всем переговорить непосредственно со Стесцелем. Волновала его и судьба Большого Орлиного гнезда. Там находились его солдаты, артиллеристы и офицер, о которых он не мог не беспокоиться. Да и огромное значение этого укрепления для дальнейшего хода обороны было для него очевидным. Он несколько раз звонил по телефону, справляясь о положении дел на гнезде, но ему неизменно отвечали, что гора все еще держится. Подали обед. Генерал рассеянно поздоровался с Варей, пришедшей с утеса, и в полуха слушал ее болтовню о всех утесовских событиях. Затрещал телефон, Варя бросилась к нему и через минуту вернулась бледная, испуганная. Борейка убит. С трудом проговорила она, передали из штаба Горбатовского, и девушка заплакала. А каково положение большого орлиного гнезда, быстро спросил белый. Я не знаю, я не дослушала. Эх, ты глупая девчонка, самое важное не спросила, рассердился генерал и сам пошел к телефону. Пало? Большое орлиное гнездо пало? Что же Фок предполагает дальше делать? Долго на третьей линии мы не продержимся, и взволнованный белый вернулся к столу. После обеда я сейчас же еду к Смирнову вели заложить экипаж. Сердито приказал он Варе, которая продолжала плакать. Жаль, жаль, Борейка прекрасный был офицер, хоть и безалаберный человек. Говорят, его разнесла на клочки. Сообщил белый жене, Господи, когда же этот ужас кончится? Тяжело вздохнула Мария Фоминишна. Теперь скоро. Не то, что дни часы Артура уже сочтены. Генерал торопливо заканчивал обед. Звонок в передний возвестил о прибытии гостя. К своему удивлению белый увидел адмирала Вирона. Я решил вас побеспокоить, Василий Федорович, ввиду наступления чрезвычайных обстоятельств. Проговорил моряк. Прошу в кабинет. Пригласил белый. Четверть часа тому назад я получил следующую записку. Сейчас отправляю с парламентерами письмо генерала Стесселя к барону Ноги с предложением начать переговор о капитуляции. Поэтому только сегодняшняя ночь остается для того, чтобы сделать с кораблями то, что вы найдете нужным. Необходимо подготовить миноносец для отправки с ним знамена секретных бумаг в Чифу Рейск. Первый раз об этом слышу. Едемте сейчас же к Смирнову, он верно в курсе дела. Ведь только вчера совет решил продолжать оборону, а тут вдруг сдача? Недумевал генерал. Накинув на плечи шинель белый вместе с Вироном направился к Смирнову. Комендант крепости только захлопал глазами, когда ему сообщили о капитуляции. Тут какое-то недоразумение. Едемте сейчас же к Стеселю. Стеселя застали в обществе Фока, Рейса, Никитина и нескольких адъютантов. Он уже обрел свой обычный важный вид. Фока о чем-то в полголоса совещался с Рейсом, Никитин же с графинчиком в руке пил рюмку за рюмкой и чокая с адъютантами. «Поминки справляю по русскому Артуру!» — хохотал генерал. «Заодно можно будет выпить изо всей нашей потопленной калоши. Начинайте рот, мистер Водяга! За Ретвизана, Полтаву, Победу, Пересвет!» — начал он перечислять затонувшие корабли. «Вместо того, чтобы попусту разъезжать по городу, вашим превосходительством следовало бы озаботиться о возможно быстрейшем выполнении моих приказаний!» — накинулся с тестер на прибывших. «У вас, адмирал, времени в обрез, чтобы подорвать свои корабли! А тебя, Василий Федорович, попрошу позаботиться о батареях, особенно береговых, я больше вас не задерживаю, господа!» Превосходительным гостям оставалось только откланяться. Как только Белый уехал, Варя заторопилась на утес. Известие о гибели Борейко страшно взволновало Звонарева. «Пока я не увижу его труп своими глазами, я не поверю в его смерть!» твердил прапорщик. «К тебе пришел Блохин», сообщил Иваря. «Где Борейко?» кинулся к солдату прапорщик. «Погибли на орлином гнезде». И Блохин подробно рассказал об обстоятельствах смерти Борейко. «Но, может быть, поручик уцелел так же, как и ты?» «Никак нет. Перед взрывом они стояли впереди всех. Рядом был Гайда, и я находился щиток подали, не иначе, как разорвало поручика на части, и Гайда я с ним. По-моему, следует немедленно послать наших утесовцев на розыск Борейко. Туда ваш брось сейчас не доберешься. Наши части отошли к самой городской стене». Звонарев все же пошел на батарею потолковать с Родионовым и другими солдатами первого взвода. Решили с рассветом поискать Борейко в районе Орлиного гнезда. На это надо было получить разрешение от Белого. Прампурщик намеревался лично отправиться, чтобы переговорить с генералом. «Как ты хромой на ночь глядя поедешь туда? Хочешь, скажу я и все устрою», отговаривал Варя своего жениха, но Звонарев стал молча одеваться. «Я и не знал, что ты можешь быть таким упрямым. Дело идет о жизни самого близкого мне друга. Неужели тебе это непонятно?» возразил прапорщик. «Я попрошу у Андреева пролетку, чтобы тебе не идти пешком», уступила наконец Варя. Через четверть часа они уже ехали по береговой дороге вокруг Золотой горы. Низкие тучи нависли над океаном, но в скопутном фронте слышались редкие ружейные выстрелы. Прожекторные лучи медленно ползали по земле. Когда Звонарев приехал к Белому, генерал уже вернулся домой. Выслушав предложение прапорщика, он мрачно насупил брови и коротко сообщил, что к японцам направлен парламентер с предложением начать переговоры о сдаче. «Надо думать, завтра наступит перемирие, и вы легко сможете навести все справки об Орейке у самих японцев», закончил генерал. Звонарев остолбенел. Варя растерянно посмотрела на отца и жениха, затем вдруг запрыгала и начала хлопать в ладоши. «Значит, конец войне, конец всем ужасам и мучениям, какой ты хороший, папка!» И девушка крепко поцеловала отца и шаловливо дернула за ухо жениха. «Значит, ты больше не будешь сидеть на позициях, а я бояться за тебя?» «Да перестань ты шуметь, глупая девчонка!» рассердился белый. «Нашла чему радоваться!» «Что хорошего в том, что мы сдали русскую крепость? Ведь это кладет позорное пятно на всех защитников!» Варя сразу потускнела. «Но ты же, папочка, и Сережа в этом не виноваты! Кто станет разбирать, виноват или нет?» «Да, раз был в Артуре, значит, повинен в его преждевременном падении, с горечью проговорил прапорщик. «Но раз война окончена, то можно будет уехать домой в Россию, не правда ли?» спросила девушка. «Едва ли будет так. Вернее, весь гарнизон пойдет в плен, а тяжело раненые женщины и дети отправятся на родину, но еще пока ничего не известно. Необходимо подготовить батарею электрического утеса к уничтожению». Перешел на деловой тон генерал. «Взорвите пушки, снаряды, порох. Не сможете сделать этого. Побросайте в море все, что только можно. Японцам ничего не должно достаться». «Слушаюсь, ваше превосходительство», вытянулся прапорщик. Со стороны гавани раздался сильный грохот. «Что это за стрельба?» удивилась Варя. «Должно быть, моряки начали взрывать свои суда», ответил Белый. Варя бросилась на балкон. За ней вышли генерал и прапорщик. На дворе было очень темно. Справа над большим орлиным гнездом пылали два огромных костра, освещая своим кроваво-красным заревом весь северо-восточный фронт. Пламя костров яркими огненными столбами тянулось к низ к нависшим тучам. На фронте стояла полная тишина, не было слышно даже обычной ружейной перестрелки. С горы высокой тянулись белые ленты прожекторных лучей, медленно скользя по внутренней гавани Артура. На перепелиной горе ярко горело какое-то здание. Под ней в районе затопленных кораблей артурской эскадры вспыхивали яркие зорницы и раздавались глухие продолжительные взрывы. Ближе к городку артиллеристов в восточном бассейне неожиданно возникло яркое пламя, на фоне которого вырисовывались силуэты какого-то большого военного корабля. Папочка! Да ведь это горит баян! Испуганно проговорила Варя. Очевидно, решили его уничтожить, ответил генерал. Слева в конце западного бассейна над минным городком полыхало зарево. Оттуда доносились громоподобные раскаты взрывов. Темные воды залива рдели багрянцем пожаров. Не правда ли, Сережа, жутко? Кажется, что вся гавань наполнена человеческой кровью. Содрогаясь, проговорила Варя. Белый сердито фыркнул и вернулся в кабинет. Вскоре прапорщик заторопился на утес. Варе осталось помогать матери. Мария Фоминишна решила, что раз Артур сдается, следовательно, предстоит длительная дорога в Россию и приняла заблаговременно за сборы. Около утеса пролетку Звонарева остановила группа офицеров. Будьте добры, скажите, пожалуйста, где тут находится Миноносец Статный? Понятия не имею. Нам сказали, что он будет ждать у электрического утеса. Мы везем с собой полковые знамена, георгиевские трубы и секретные документы штаба. Значит, сдача решена окончательно. На занимаемых нашими частями позициях защищаться невозможно. Около батареи чуть поступал силуэт небольшого миноносца, приткнувшегося к берегу. По сходням, проложенным прямо на прибрежные скалы, сновали темные фигуры матросов, с мостика доносились приказания. «Возможно, что это и есть статный», указал на него Звонарев. «Эй, на статном!» крикнул один из спрашивающих. «Есть на статном!» тотчас отозвались миноносцы. Офицеры двинулись по направлению к берегу, а за ними последовали две тяжело нагруженные телеги. Статный и еще пять других миноносцев в эту ночь благополучно добрались до Чайфу, где и разоружились. Но утеси уже знали о капитуляции прапорщика, забросали вопросами. Артиллеристы хотели сразу же взорвать орудия, снаряды и порох, но прапорщик запретил сделать это. Неизвестно, примет ли японец наше предложение о сдаче. Быть может, он отклонит его и бросится на штурм. Тогда пушки и снаряды нам еще очень пригодятся. пояснил он солдатам. Звонарев с Родионовым Блохиным обошли напоследок весь утес. В дуле каждого орудия помещались заложенные пероксилиновые шашки. Около сотни десяти-дюймовых снарядов, сложенных вместе, также должны были взлететь на воздух от электрического запала. Стены бетонных казематов батареи также были минированы. на электрической станции Лебедкин расставал около десятка пероксилиновых шашек. Ну, кажется, ничего не забыли. Проговорил прапорщик, когда обход был закончен, можно и отдохнуть до утра. Но спать в эту ночь не пришлось. Еще было совсем темно, когда из управления артиллерии передали, что японцы согласились начать переговоры капитуляции. Категорически запрещается под страхом личной ответственности командиров батареи что-либо портить или сжечь, заканчивалась телефонограмма за подписью Белого. Звонарева разбудил грохот на батарее. Наскоро одевшись, он вышел во двор. В предутренних сумерках беспрерывно вспыхивали зорницы взрывов, искалеченные пушки падали на землю, в воздухе летали осколки и снарядов, к небу взметалось огромное пламя, гремел утес, гремела золотая гора, батареи на Тигровке, на Крестовой горе, с сухопутного фронта доносился несмолкаемый грохот. Казалось, что Артур вновь переживает штумовые дни. Самоубийство русского Артура, вздохнув, проговорил Звонарев, прислушиваясь крикантному грохоту взрывов. Покончив с электрическим утесом, солдаты разошлись по соседним батареям и в город. Звонарев направился в управление артиллерии. Еще издали, подходя к городу, он увидел, что там идет погром. Солдаты разбивали магазины, лавки, частные квартиры, поджигали еще уцелевшие дома, чтобы епошки не досталось, как объясняли они. Стрелки и матросы бросались на проходивших мимо офицеров. Теперь все равны, генерал, офицеры, солдаты, все пленные, кричали солдаты. Продали нас, генералы, вместе с Артуром. Проходите, ваше благородие, а то и по шеям получить можете, подлетели к остановившемуся Звонареву два пьяных стрелка. За что же? Спокойно спросил прапорщик. На нашей теперь улице праздник, раньше нас били, а теперь мы, объяснил один из них. Брось, не видишь их благородие раненые, да и видали мы их не раз на втором форту, остановил другой стрелок. Идите, ваше благородие, к себе домой, да лучше там и сидите, посоветовал он. Добравшись до квартиры белых, прапорщик рассказал об этом приключении Варе, никуда я тебя больше не пущу, пока в городе не наведут порядок, решительно проговорила девушка. Около девяти часов вечера со стороны Белого Волка вышли на буксири Севастополя отважный, затем на них раздалось несколько взрывов, появились облачка дыма и два последних корабля артурской эскадры медленно погрузились в морскую пучину. Второй день в доме Стесселя шла кутерьма. Беспрестанно приходили и уходили офицеры, штатские, полиция и даже китайцы, чтобы получить подтверждение о предстоящей капитуляции. Вера Алексеевна поспешно укладывалась. Человек десять солдат сколачивали ящики, наполняли их доверху различным скарбом и забивали. Гора их росла с каждым часом, генеральша не собиралась что-либо бросать во рту и. В закрытом кабинете у Стесселя собрались его ближайшие друзья и помощники Никитин, Фок, полковники Савицкий, Гайдулин и другие приверженцы генерала. Начавшиеся в городе беспорядки сильно напугались Стесселя и его компанию. полковник Савицкий, который вздумал увещевать солдат, едва не был избит и спасся тем, что спрятался в частной квартире. Фок также пытался восстановить порядок, и только седина спасла его от побоев. В доме генерала-адъютанта нашли убежище еще несколько офицеров, особенно ненавистных солдатам. Проведав об этом, стрелки и артиллеристы двинулись к дому генерала-адъютанта. По телефону была поспешно вызвана единственная в артуре кавалерийская часть, сотня забайкальских казаков под командованием Исаула Концевича. Она поспела как раз вовремя, чтобы преградить путь толпе. Началась перебранка между солдатами и казаками, грозившая перейти в потасовку. Концевич осторожно доложил генералу, что его люди не вполне надежны. Пошли ноги просьбу немедленно ввести в город японские войска для прекращения беспорядков, предложила Вера Алексеевна, с ужасом глядя на огромные пожарищи в городе. С наступлением темноты рот мистер водяга под охраной взвода казаков поскакал с личным письмом Стесселя в ставку японского командующего армии. Ноги не замедлил прийти на помощь храброму оборонителю, как он величал в своем ответе Стесселя. Вскоре рота японцев с примкнутыми штыками, в фуражках с желтыми околышами, в суконных шинелях, с меховыми воротниками, плотным кольцом окружила дом генерала-адъютанта, сменив казаков и артиллеристов. Японские патрули направились в город, и тут при свете пожара хватали и десятками расстреливали героических защитников Артура. В то же время Стессель с женой и своими приспешниками поднимали бокалы в честь японского императора и генерала Ноги. Как только стало известно, что порядок в городе восстановлен, Варя отправилась на поиски Борейка в район Большого Орлиного Гнезда. По телефону с утеса были вызваны блохин и родионов, и они втроем двинулись пешком на гору. Утесовцы успели еще засветло осмотреть, Орлиное Гнездо, так и все вокруг него. Поиски не увенчали с успехом. Среди японцев нашлись говорящие по-русски. От них Варя узнала, что еще накануне около гнезда был подобран в бессознательном состоянии тяжело ранен русский офицер. Шибко большой, мы таких еще не видали, на нем не было целого места, а он все еще дышал, пояснили японцы. Не иначе ведьметь, обрадовались артиллеристы. Завтра же постараюсь навести справку у японцев через Балашова, решил Ивари. Окрыленные Надежды и Утесовцы направились домой. Пойду в Амензона убивать, сообщил Блохин фейерверкеру, тряхнув своей трофейной винтовкой. Охот тебе марать об него руки, спокойно проговорил Родионов. Если его не убить, то он и дальше будет тиранить солдат. И Блохин ушел. На батарее номер 22, которой командовал капитан Вамензон, горели подожженные солдатами деревянные казармы. Капитан Троплеву укладывал в чемоданы и более ценные вещи, когда его внимание привлек шум на дворе. Взглянув в окно, Вамензон увидел толпу вооруженных солдат, впереди которой шел Блохин. Капитан понял, что настал час расплаты за все его издевательство над солдатами. Бросив все, он поспешно выбежал на задний двор и спрятался в отхожем месте. Солдаты ворвались в квартиру. Они заглядывали под кровати, открывали шкафы, осмотрели чердак, но нигде не могли обнаружить капитана. — Зон, где ты растакой, сын? — взывал Блохин, тыча штыком во все укромные места, но нигде никого не было. Куда же он мог деваться? Не вылетел же в трубу на помеле, недоумевал солдат. Выйдя во двор, Блохин решил заглянуть в уборную. Как только капитан увидел его в щель, он быстро поднял доски стульчика и спрыгнул в нечистоты, погрузившись в них по самое горло. Шаги приближались. Вамен зон судорожно прижимался в самый угол, стараясь спрятаться, возможно лучше. Открылась дверь и в то же мгновение, набрав побольше воздуху, капитан нырнул. Блохин заглянул в дырку. Нет, его проклятого и тот, айда дальше, скомандовал он солдатам. Капитан тотчас же вынырнул на поверхность. Погодите же у меня мерзавцы, заставлю вас столице заплатить за это купание. Когда солдаты ушли, он начал выбираться из выгребной ямы. Все перебив и переломав на квартире Воминзона, солдаты подожгли дом и долго любовались, как огонь уничтожал жилище ненавистного им командира. По моему ходатайству государь-император разрешил желающим господам офицерам дать японским властям подписку о неучастии в этой войне и вернуться в Россию. Громко прочитал белый Звонареву, только что полученную телефонограмму. Как вы на это смотрите, молодой человек? Ни один порядочный офицер не оставит своих солдат и не вернется в Россию, твердо ответил прапорщик. Сереженька, да, я тебя поцелую за это, порывисто кинулась к жениху Варя. Мне очень хочется, чтобы ты остался со мной, но это будет нехорошо по отношению к солдатам. Белый ласково посмотрел на дочь. Из тебя выйдется временем, когда ты подрастешь и войдешь в разум, неплохая жена, вопрос идти или не идти в плен будет обсуждаться сегодня вечером на общегарнизонном собрании офицеров. Мы с вами сейчас и отправимся туда. В темном загрязненном помещении собрания они застали уже более сотни офицеров всех частей артурского гарнизона, стрелков, артиллеристов, саперов, казачьей сотни и различных штабов. Вскоре прибыл Стессель в сопровождении Фока и Никитина. Господа офицеры, скомандовал белый, все вытянулись. Отдав общий поклон и пожав руки генералам и полковникам, Стессель прошел к концу стола. Прошу занять места, зычным командирским голосом проговорил он. Офицеры задвигались стульями, рассаживаясь по чинам генерала около Стесселя, за ними полковники и так далее. Звонарев поместился в конце последнего стола вместе с врачами и чиновниками. В последний раз мы собрались с дружной артурской семьей, поднялся с места Стессель. Одни лежат в госпиталях, другие пали геройской смертью на поле брани. Прошу почтить их память вставанием. Все поднялись и несколько мгновений молчаливо стояли. Истощение всех средств обороны, массовые болезни среди гарнизона сделали невозможным дальнейшее сопротивление, и я вошел в переговоры о капитуляции. Полковник Рейс сообщил мне ишу ишина, где велись переговоры, что условия ее вполне почетны. Нижние чины идут в плен. Господам же офицерам представляется возможность вернуться в Россию. Им также сохранено право на ношение оружия, наденщиков и определенное количество вещей. Государь-император разрешил господам офицерам по своему усмотрению идти либо в плен, либо возвращаться на родину. Нам следует теперь побеседовать на эту тему. Я лично, конечно, возвращаюсь в Россию вместе с своим начальником штаба полковником Рейсом для непосредственного доклада его величеству о всех обстоятельствах артурской обороны. Кто желает высказаться, прошу не стесняться, закончил Стессель. Позвольте мне, с кавказским акцентом проговорил полковник Тахотелов, приглаживая рукой свою пышную полуседую шеведюру, мы все как один человек должны разделить участь наших солдат и вместе с ними идти в плен. Как мы будем потом смотреть им в глаза, если в настоящую трудную минуту бросим их на произвол судьбы? Я иду в плен и считаю, что все здоровые и легко раненые офицеры должны сделать то же самое. Затем шумно поднялся с места в Амензон. Он успел привести себя в в порядок после вынужденного купания. В течение всей осады мы делили с нижними чинами все невзгоды и решения, а как они нам отплатили за это оскорблениями, угрозами и даже нападениями, чему были свидетелями вчера и сегодня в городе? Что может быть общего между мною и этими извинить за выражение скотами, которые понимают лишь матерную брань и зуботычины. Нет, господа, я считаю, ничто нас не связывает с этой бандой неблагодарных животных, и, конечно, отправляюсь в Россию. Правильно, нечего связывать свою судьбу с этим хамьем, раздались голоса. Таким офицерам, как вы, капитан, не место в армии, вскочил полковник Мехмандаров, вы позорите нашу среду. Прошу, ваше превосходительство, оградить меня от оскорблений, весь красный от злобы, обратился в Аминзон к Стесселю. Побольшее спокойствие, господа, полковник Мехмандаров, призываю вас к порядку. Начались горячие споры, мнения офицеров разделились. «Как твое мнение, Василий Федорович?» спросил Стессель, обернувшись к Белому. «Я перестал бы уважать себя, если б вернулся до окончания войны в Россию», коротко бросил генерал. Сидящие поблизости офицеры зааплодировали, Стессель сердито фыркнул и отвернулся. Было довольно поздно, когда собрание закрылось, не придя ни к какому определенному решению. Раздраженный Белый вместе с прапорщиком уехали домой. «Анатоль, я велела перевезти к нам все ценные вещи из артурского казначейства», сообщила мужу Вера Алексеевна. «У нас они будут целее». «И прекрасно сделала», одобрил Стессель. «Там ведь их что-то на 800 тысяч рублей. Я думаю, что мы можем их вывезти из Артура вместе с своими вещами». «Японцы не посмеют осматривать твой багаж». «Только смотри, Анатоль, не проболтайся кому-нибудь об этом», предупредила генеральша. «Будунем, как могила», понимающий кивнул головой генерал-адъютант. «Папочка, мы с Сережей хотим пожениться», вошла в кабинет отца Варя. «Нашла время глупостями заниматься», сердито буркнул генерал. «Ты еще слишком молода, подождешь, пока выйдет замуж Катя, а звонарев вернется из плена». «Но папочка», начала была Варя, «никаких «но», сказан нельзя, значит, нельзя», повысил голос белый. Разобиженная девушка поспешила выйти и направилась к жениху поделиться своим горем. «Василий Федорович, конечно, прав, придется подождать, когда кончится война», вздохнул прапорщик. «Значит, ты меня совсем не любишь», вспыхнула Варя и хотела уйти, Знарёву пришлось долго успокаивать ее. В этот вечер Варя рано отправилась в свою комнату и тотчас улеглась в постель, но заснуть не могла. Она была сильно озабочена. Предстояла продолжительная разлука с любимым человеком. Она долго обдумывала, как добиться согласия родителей на немедленную свадьбу, пока, наконец, приняв решение, не соскочила на пол и вышла в коридор. С минуту она постояла у двери родительской спальни, убедившись, что отец с матерью спят, девушка, с минуту поколебавшись, сильно бьющимся сердцем на цыпочках, подошла к комнате Звонарёва и бесшумно проскользнула в нее. Утром она тормошила заспавшегося Звонарёва. «Вставай, вставай, папа тебя уже ждет в кабинете». «А что?» протирал глаза Звонарёв. «Зачем я понадобился Василию Фёдоровичу?» «Как зачем?» «Я рассказала маме, что ты теперь совсем мой», и девушка несколько раз поцеловала его. Через несколько минут прапорщик уже сидел перед белым. «Я хотел поговорить с вами. Мы с Варей хотели... Разрешите нам с Варей пожениться». Наконец выдавил он из себя. Генерал с напускной суровостью посмотрел на него и проговорил «Рано я еще замуж. О, коль скоро у вас зашло так далеко, то делать нечего. Фоминишна...» А окликнул он жену, поднимаясь с места. Варя, которая подслушивала у дверей, прошмыгнула в комнату и встала рядом со Звонарёвым. Белый с женой по очереди благословили иконой молодую чету. «Ну, теперь надо двигаться в управление», промолвил генерал. «Он, папа, еще чай не пил», потащила Варя за рука в столовую Звонарёва. «Я уже все обдумала», затараторила она, наливая жениху чай. «Ты хотел, и будет посаженным отцом, Мария Петровна посаженной матерью, Оля и Лёля подружки, Астаха и Сайманов шофера, Вася же понесят впереди икону». «Почему ты не упоминаешь об Андрюше?» удивился Звонарёв. «Он, бедняжка, убит еще позавчера», вздохнул Иваря. «Я позабыл тебе об этом сказать». «Значит, Надя опять овдолела», грустно проговорил прапорщик. «Ты уже кончил пить чай?» По-родственному обратился Белый к Звонарёву. Сию минуту и прапорщик спешно допил свой стакан. «Дай безымянный палец, надо снять мерку для обручального кольца», подбежал уже в передние Варя. «Я сейчас закажу их и договорюсь с батюшкой о свадьбе». В управление артиллерии собрались все офицеры, артиллеристы и прикомандированные моряки. Белый, поблагодарив их за службу, разрешил морякам вернуться в распоряжение флотского начальства и дал указание своим офицерам о порядке передачи орудий японцам. После этого Звонарев с Гудимой и Андреевым отправились на утес. Едва они появились на батарее, как их окружила возбужденная толпа солдат. Звонарев еще никогда не видел на лицах своих артиллеристов столько недоверия и злобы, как сейчас. В чем дело, удивился он. «Дозвольте ваш брать без утайки спросить вас, неужто мы пойдем в плен, а господа офицеры поедут прохлаждаться домой в Россию», обратился к прапорщику Родионов. Желающим офицерам разрешено вернуться на родину. Солдаты узмущенно зашумели. Звонареву показалось, что они сейчас кинутся на своих офицеров. «Не шуми, ребята», остановил солдат Родионов. «Вы-то ваш брать с нами останетесь», обернулся он к прапорщику. «Конечно, с вами. Звали вместе и в плен пойдем». «Я же вам говорил, что Сергей Владимирович завсегда с нами, как наш ведьмедь», торжествующе сказал Блохин. «А штабс-капитан Гудима и капитан Андреев?» спросил Родионов. «Они тоже идут в плен». «Ура! Качай, брат, с наших офицерей!» подхватили солдаты на руки своих командиров. Добрых четверть часа подлетал Звонарев в воздух, пока его наконец отпустили. Вскоре на утесе появился японский офицер с двумя солдатами. Приседая и вежливо шипя, он просил передать ему все личное оружие. «Мы артиллеристы, у нас давно все отобрали, стрелки», невозмутимо ответил Андреев. «Остались две учебные винтовки да поломанные наганы». Разочарованные японцы поспешили уйти. «Куда же выдевали винтовки?» удивился прапорщик. «Дерево пожгли, отдуло поломали и побросали в море». Весело оскладился Блохин. «У меня ваш бродь имеется к вам просьба». Сразу посерьезнел он. «Говори, в чем дело?» «Дозвольте мне вступить в закон с Лександрой Назаренко». Прапорщик открыл рот от удивления. «Так ведь ребенок мой ваш бродь!» строго проговорил Блохин. Звонарев понял, что Блохин решил помочь Шуре, все приняв на себя. «Хорошо, я доложу капитану, только надо торопиться, завтра или самое позднее. Послезавтра мы уйдем из Артура», предупредил он. Вечером того же дня состояла скромная свадьба Варе. Кроме двух-трех знакомых и близких друзей никого не было. Варе была в простеньком беленьком платье, Звонарев в сюртуке за неимением мундира. В церкви присутствовали и представители утесовцев. Вслед за Звонаревым венчались Блохин с Шурой. «Я и не знала, что ты такой хороший человек», крепко расцеловал Варе солдата. «Не беспокойся, мы с Сережей не оставим вас, поможем, если нужно, Шуре». «Филипп Иванов первеющий человек в мире», убежденно проговорил Родионов. С утра 23 декабря русские войска со всех сторон двинулись к большой площади под фортом номер новым городом. Стояла прекрасная солнечная погода, чуть тянул с моря теплый влажный ветер. Японцы уже заняли старый город и по улицам маршировали их патрули, наблюдая за порядком. Рота за ротой, батальон за батальоном, полк за полком, непрерывным потоком медленно текли русские части по разбитым артурским мостовым. Среди них были тысячи раненых, выписанных и просто убежавших из госпиталей. Тяготы и лишения осады сблизили всех, и расставаться друг с другом не хотелось. Некоторые из солдат были так слабы, что товарищи вели их под руки. Офицеров почти не было видно, а у тех, которые шли в строю, был изможденный болезненный вид, многие сильно хромали, опирались на палки. Но вот на солнце блеснула медь оркестра, и раздались бодрящие звуки военной музыки, это шел восточно-сибирский стрелковый полк. Несмотря на то, что в полку было очень много раненых, все же солдаты твердо держали ногу, сохраняя равнение в рядах, и двигались бодрым, широким шагом. Впереди полка поостарчески семеня ногами шел Надеян, а за ним, прихрамывая, с перевязанной головой и рукой следовал стах, Янжиевский по тротуару ковылял неизменный капитоныч. Как только оркестр смолк, Янжиевский подал знак рукой, и тысячный солдатский хор грянул, как ныне избирается вещий Олег отмстить неразумным хазарам, и в селы и Нивы за буйный набег обрек он мечам и пожарам. Японцы сразу встревожились, с их лиц исчезли улыбки, они забегли и к месту сдачи и тотчас же подошла из ближайшей казармы роты пехоты. Какая часть? Подлетел японский офицер к полку. Двадцать пятый восточно-сибирский генерал Кондратенко полк отчеканил стах. Надеюсь, вам имя этого генерала известно. Японец заулыбался и смешно приседая зашипел. Двадцать пятый полк отвели несколько в сторону и окружили плотным кольцом часовых. Посадили подорез сразу весь полк, шутили солдаты. За стрелками шли артиллеристы. Утесовцев вел звонарев. Совершить шестидесятиверстный переход пешком до дальнего он, конечно, был не в силах, но все же решил проводить своих солдат до границ Артура, а затем его сменил Гудима. Шествия замыкали моряки в черных бушлатах, в лихо заломленных навеквень без козырках, но лица матросов-офицеров были хмуры и суровы. Они не спускали глаз из своих затопленных на мелководье внутреннего рейда кораблей, на которых уже как муравьи квашились японцы. Едва вступив в Артур, они сразу же кинулись в порт и приступили к осмотру судов, ликвидации пожаров, где они были. Водолазы приступили к работам по подъему захваченных кораблей. «Эй, ход дали мы японцам наши кораблики, взорвать даже их как следует не сумели!» «Говорят, генерал Стеслев нарочито, до самого конца нашим адмиралам ничего не сообщал, чтобы мы, значит, корабли не испортили заранее!» К Звонареву, стоявшему с утесовцами, несколько поодаль, подошел, опираясь на палку Сайманов. «Рад тебя видеть на ногах!» «Приветствовал прапорщика, а равно и поздравить с законным браком!» кимнул лейтенант на обручальное кольцо на руке Звонарева. «Спасибо! Может быть, и ты заглянешь к нам с Варей? Тесть мой что-то заболел, я еще на несколько дней задержусь в Артуре!» «Кораблики-то наши скоро воскреснут под японским флагом! К великому нашему стыду и позору!» кимнул лейтенант на гавань. «Сейчас мне сказали, что Григорович сдал японцам большое количество продовольствия!» «А как оно нам-то было нужно последнее время?» «Это он верно сохранял к рождественским праздникам, ведь завтра уже сочельник!» «Мы, артиллеристы, тоже не успели уничтожить всего!» «Одних снарядов сдаем свыше двухсот тысяч!» «Правда, годно к стрельбе из них всего-то около двадцати тысяч, да и то мелких калибров!» «Но остальные-то японцы быстро исправят и могут использовать против манчжурской армии!» «Да...» «Наше начальство, как морское, так сухопутное, оказалось не на высоте!» «Заключил Звнаев!» «По-моему, просто преступным! И прежде всего Стесцель!» «И наши адмиралы!» «Пылко произнес Сайманов!» «Невдалеке стояла небольшая палатка, на которой красовалась надпись места клятвы!» «Здесь давали подписку о дальнейшем неучастии в войне офицеры, возвращавшиеся в Россию!» «Когда появился Надеин, японский офицер пригласил его зайти в палатку и протянул ему бланк для подписи, разобрав, в чем дело, старик возмутился. «Я пятьдесят лет служу в армии, никому никогда не давал таких пожарных обещаний!» «Я не Штешель!» «И рассерженный генерал вышел из палатки!» «Несмотря на солнце, ему было холодно, и он подсел к одному из костров, разведенных стрелками. «Надо погреть штарые кошки!» улыбнулся он беззубым ртом. «Капитаныч, ты бы хоть водочки разжелся!» Кавалер тотчас исчез. К месту сдачи гарнизона никто из генералов, кроме Надеина, не прибыл. У Стесселя в это время собирались гости на торжественный банкет. Сама Вера Алексеевна в парадном шелковом платье, затянутая в корсет, со сложной прической, последний раз зорким хозяйским взглядом окидывала на крытый стол. В гостиной сам генерал-адъютант вместе с истинными друзьями и помощниками Фоком, Никитином, Рейсом и Водягой занимал гостей. Ждали самого победителя Артура, генерала Ноги и начальника его штаба генерала Эдзити, но они что-то запаздывали. Стессель нетерпеливо посматривал на часы. Опоздание уже принимало явно оскорбительный характер. Но вот подкатила парная коляска, из нее легко выскочили два военных в японской форме. Генерал-адъютант и его супруга ринулись в переднюю встречать гостя, но вместо Ноги они неожиданно увидели перед собой расплывшуюся в радостной экономию генерала Танаки. Ваше превосходительство, генерал и барон Ноги Эдзити просит их извинить, но они оба не совсем здоровы и поэтому не могут воспользоваться вашим любезным приглашением, а поручили мне представительствовать их особы, расшаркался Танака. Супругам Стессель ничего не оставалось, как выразить свое сожаление и пригласить гостей к столу. Стессель впервые почувствовал, что его звезда начинает закатываться. Чтобы поднять настроение, Никитин изрядно подливал вино в бокалы, один за другим следовали тосты за русского и японского императоров, за обе воюющие армии, за ноги из Стесселя начались взаимные комплименты. Господин Шубин, ставший майором Тодзима, вел деловой разговор с Фоком, который, как всегда, ничего не пил, кроме воды. Попросив разрешение встать, они направились в кабинет. Имею честь передать вашему превосходительству чек на обусловленную сумму на японский банк. На нем вы увидите подпись моего принца Коноэ, члена нашей божественной императорской фамилии. Протянул он листок, исписанный иероглифами. Хотя бы небольшой аванс наличными, попросил генерал. В счет аванса мы засчитали те золотые вещи, которые хранились в Артуре после китайского похода, и которые сейчас упакованы вместе с вещами генерала Стесселя, бесстрастно ответил японец. В первый раз слышу, удивленно пробормотал Фок. «Навидите справки у Веры Алексеевны», предложил Тадзима. «Обжулили!» возмущенно подумал Фок, но возражать не посмел. После обеда гости перешли в соседнюю комнату, и тут Стессель вспомнил, что сейчас гарнизон покидает Артур. «Я хочу проститься с солдатами», проговорил он. «Быть может, ваше превосходительство пожелает посмотреть на наших артурских героев», обратился он к генералу Танаки. «Я на них вдоволь насмотрелся в свое время», ответил японец, вспоминая полученные им при аресте тумаки и подзатыльники. «Тебе нельзя туда ехать, Анатоль, солдаты так разнуздали, что могут тебя и убить», вмешалась Вера Алексеевна. «Ваш супруг находится уже под охраной императорской японской армии, следовательно, ему не грозит никакая опасность», высокомерно ответил Танако. «Прощаться с гарнизоном от имени Стесселя» отправился полупьяный Никитин. Части еще продолжали стоять на прежнем месте, когда он подъехал к пятому форту. Приказав им построиться, генерал поздоровался с солдатами и пожелал веселого плена. Стрелки зашумели. «Ян Стельку, поэтому тебе и весело, а нашего брата вчера за полбутылки японцы расстреливали на месте!» кричали солдаты. «Доберемся мы еще до генерала Стесселя и его дружков!» Никитин поспешил уехать. Солдатом подошел Капитоныч. Старик был сильно выпивший, шапка сбилась на бекрень, и единственная нога вместе с деревяшкой выписывала кренделя. Заметив унылые лица солдат, Капитоныч заорал. «Смирно! Слухать меня, как смог генерала Стесселева!» Стрелки захохотали. «Не журись, ребята! Я в Севастополе воевал с англичанами, французами, турками, сардинцами, и знаю, что спротив русского солдата никто не может устоять. Купили японца Артуру генерала, а русского солдата им вовек не победить!» Несколько японских солдат из караула тотчас же набросились на него и поволокли, не обращая внимания на уговоры надеянно. Белые звонарев уезжали из Артура в сумрачный серый день 29 декабря. До разъезда на 19-й версте они должны были ехать в экипажи, а дальше по железной дороге через дальние морем Японию. Проводить их кроме родных пришли учительницы пушкинской школы Шура и Надя Акинфиева вся в черном, тут же вертелся Вася, окончательно переселившись к белым. Генерал поцеловал жену и дочерей, пожал остальным руки и сел в экипаж. Звонарев, простившись со всеми, подошел к Акинфиевой. В это время подбежала, опираясь на костыль Оля Селенина, лицо ее сияло радостью, и на ходу она размахивала каким-то листком бумаги. «Жив! Жив!» уже издали кричала она своим друзьям. «Кто?» удивленно спросил белый. «Мой Боря!» Сейчас получила официальную исправку у японцев, эвакуированный с дальнего в Японию. «Олечка, милая!» бросилась к подруге Варя. «Как я рада, что наш медведь нашелся живой!» «Слава тебе, Господи!» набожно закрестилась Мария Фоминишна. Даже лицо Акинфиевой прояснилось. Немедленно разыщите его, Сережа, и передайте от всех на самый искренний привет!» попросила она Звонарева. «Пора ехать!» затропился белый. «Будь здоров и не смей ухаживать за японками!» И Варя на прощание поцеловала мужа. Экипаж тронулся. На сигнальной мачте, возвышавшейся, на золотой горе опустился русский военный флаг и взвился японский. Грохот салюта потряс воздух. Артурская эпопея окончилась. 1939-1941-1944-1958 годы. Конец книги Читал Вячеслав Герасимов Александр Николаевич Степанов 1892-1965 годы в детстве был свидетелем и участником героической обороны Порт-Артура. Отец его, Николай Иванович Степанов, был командиром батареи электрического утеса, а затем суворовской мартирной батареи на Тигровом полуострове. 12-летний Саша все видел, запоминал, старался быть полезным, был связным у своего отца, подвозил вместе с другими ребятами воду на ослах к передовым позициям. Он был контужен, едва не лишился ног, их вылечил молодой тогда еще врач миротворцев, известный впоследствии ученый, с которым Степанов, будучи уже писателем, вел дружескую переписку. И не только о нем, о многих участниках героической обороны Александр Николаевич Степанов сохранил живые, теплые воспоминания. А видел он много. Он лично знал Стессали, Белых, Никитина, Кондратенко и многих других. У Белых видел Макарова, с мичманами забирался на броненосцы, мечтал стать моряком и так далее. Кубань, 1966 год, номер 4, страница 76. Оборона порта Артура на всю жизнь осталась самым ярким его воспоминанием. После капитуляции крепости Александр Степанов с отцом в числе военнопленных попал в Нагасаки и лишь оттуда вместе с ранеными и медицинским персоналом был отправлен пароходом вокруг Азии в Одессу к матери. Мать Александра Николаевича Степанова Лидия Николаевна преподавала русский язык в гимназии. Под ее влиянием будущий писатель с детства полюбил книги и научился записывать свои впечатления. Дневники он вел всю жизнь. Эта привычка сослужила писателю большую службу. Повседневные записи событий позволили ему накопить большой материал. Прекрасная память помогала ему восстанавливать обстановку, при какой делал некоторые записи почти 30 лет назад, признавался Степанов в 1944 году. И не случайно, все произведения писателя в большей или меньшей степени связаны с его биографией. В 1913 году Степанов окончил Петербургский технологический институт, но вскоре был призван на военную службу, всю Первую мировую войну провел на фронте. Это позволило ему позже создать хранящиеся в архиве писателя записки гвардейца, повести «Поход в Восточную Пруссию» и «Артиллеристы», а также многие страницы романа «Семья Звонаревых». В 1917 году Степанов был послан в Артиллерийскую Академию в Петроград. После октября он в рядах Красной Гвардии. Принимал участие в разгроме Юденича, участвовал с отрядом путиловских рабочих в боях под Нарвой 23 февраля 1918 года. Впоследствии он написал об этих событиях в повести «Стальной рабочий отряд» 1958 год. Командовал артиллерийским дивизионом, воевал против Деникинских полчищ под Ростовом и Екатеринодаром. В ночь на 17 марта 1921 года, во время штурма Кронштадта при подавлении Кронштадтского мятежа, Александр Николаевич Степанов провалился под лед Финского залива, тяжело заболел и вынужден был уехать лечиться на юг в Краснодар. В Краснодаре Степанов жил до 1942 года, работал инженером, преподавал в вузах и техникумах. В 1932 году Бруцелес надолго приковал его к постели. У него появилась возможность вспомнить, передумать и заново перечувствовать пережитое. Все его мысли были заняты порт-артуром. Начал писать воспоминания и понял, что одних личных впечатлений мало. Помогали записки, которые вел во время обороны порт-артура отец писателя, но и этого было недостаточно. Тогда он начал читать о порт-артуре и русско-японской войне, все, что мог достать в Краснодаре, получал книги из Москвы и других городов. Позже Степанов писал. Передо мной стояли три основные задачи. Показ героизма солдат и младших офицеров артурского гарнизона, показ развала и разложения руководящей верхушки артурских властей, показ тесно связанного с ними широко разветвленного в артуре японского шпионажа. На примере Артура легко было демонстрировать всю гниль правящей Россией самодержавной клики. Степанов о книге Порт-Артур Новый мир 1945 год номер 8 страница 117 Статья Владимира Ильича Ленина «Падение Порт-Артура» январь 1905 года помогла Степанову осмыслить и правильно оценить собранный им огромный фактический материал. Ленин писал Несовместимость самодержавия с интересами всего общественного развития с интересами всего народа кроме кучки чиновников и тузов выступила наружу как только пришлось народу надеялись своей кровью расплачиваться за самодержавие. Падение Порт-Артура подводит один из величайших исторических итогов тем преступлениям царизма которые начали обнаруживаться с самого начала войны и которые будут обнаруживаться теперь еще шире еще более неудержима. Ленин Полное собрание с чинений том 9 страница 155 Анализируя причины приведшие царизм к поражению Ленин утверждал не русский народ а русское самодержавие начало эту колониальную войну превратившуюся в войну старого и нового буржуазного мира. Не русский народ а самодержавие пришло к позорному поражению. Русский народ выиграл от поражения самодержавия капитуляция порт-артура есть пролог капитуляции царизма. Ленин Полное собрание с чинений том 9 страница 158 Через пять лет напряженной работы Александр Николаевич Степанов посылает рукпись своих воспоминаний о порт-артурской обороне признанном мастерам исторического романа Новикову Прибою и Сергееву Ценскому. Рукпись они одобрили и посоветовали Степанову продолжить работу над романом. Первая книга романа «Порт-артур» была опубликована в 1940 году в Краснодаре, вторая там же в 1942 году. Новиков Прибой писал Степанову после выхода первой книги 8 февраля 1941 года «Книга имеет большое познавательное значение и я уверен будет принята читателям с большим интересом. Вашу книгу «Порт-артур» я прочитал с большим удовольствием, написана она правдиво, хорошо». Один из первых рецензентов романа генерал-майор Игнатьев участник русско-японской войны вскоре после выхода первой книги Порт-артур отметил великолепные батальные сцены как на море так и на суше живость и правдивость изображения превосходное знание автора материала что позволило ему не только избежать ошибок но и передать самую технику войны. Игнатьев записки очевидца знамя 1941 год номер 3 страница 236 В 1944 роман Степанова Порт-артур был переиздан большим тиражом и получил всенародное признание В 1946 году Степанову была присуждена за него государственная премия Во многих театрах страны шла пьеса Порт-артур написанная Степановым в соавторстве с драматургом Поповым по мотивам романа Степановым также был создан киносценарий Порт-артур Писатель получал сотни писем от читателей Участники обороны Порт-артур делились своими воспоминаниями сообщали неизвестные факты героических эпизодов боев Используя новые материалы Степанов постоянно совершенствовал свое произведение уточняя характеристики дописывая новые главы и сцены В 1953 году Степанов включил роман эпилог в котором рассказывалось о последующей судьбе героев романа и о процессе над Стесселем и другими виновниками сдачи Порт-артура японцам происходившим в Петербурге в 1907 1908 годах в дальнейшем при переизданиях романа этот эпилог не печатался а был использован в романе «Семья Звонаревых» над которым писатель трудился до конца своей жизни роман Александра Николаевича Степанова Порт-артур вошел в золотой фонд советской литературы он издавался 17 раз тиражом более миллиона экземпляров роман переведен на языки народов СССР и на многие иностранные в том числе на английский французский венгерский китайский японский и другие в настоящем издании текст романа дается по изданию Госслит из дата 1960 года последнему над которым автор тщательно работал и где сделал значительные исправления